Генеральный директор случайно увидел родимое пятно на лице женщины, которое было идентично родимому пятну его давно потерянной матери. Поэтому он немедленно вышел из машины, чтобы расспросить ее об этом. Но неожиданно у него случился приступ гипогликемии. Добрая женщина тут же достала из кармана домашние солодовые конфеты и дала их генеральному директору. К его удивлению, откусив кусочек, генеральный директор почувствовал необъяснимое чувство знакомости. В тот момент он стал еще больше уверен, что женщина перед ним, скорее всего, его мать, которая пропала без вести более 20 лет назад. Поэтому, расспросив кое-кого, генеральный директор нашел дорогу к месту работы этой женщины. Тетя? Да. Молодой человек, у вас гипогликемия прошла. О, я уже в порядке. Я еще не поблагодарил вас за то, что вы сделали. Не стоит благодарности. Кстати, тетя, я хотел спросить вас об этих конфетах. Эти солодовые конфеты я сделала своими руками. Они очень чистые. Мой младший сын в детстве часто страдал гипогликемией. Поэтому у меня вошло в привычку носить с собой немного конфет. Младший сын? Да. У меня было два сына. 20 лет назад мой младший сын утонул. Если бы он был еще жив 24 0 часов 1 минута 533 тысячных и GT 0 часов 1 минута 200, он был бы примерно твоего возраста. Тетя 26 0 часов 1 минута 533 тысячных и GT 0 часов 1 минута 266 тысячных. Можно мне взглянуть на ваше лицо. У меня на лице родимое пятно. Боюсь, оно может вас напугать. Не напугает. Я думаю, вы красивая. Солодовый сахар, солодовый сахар, солодовый сахар. Ты так притворяешься. Солодовый сахар, солодовый сахар. Хотите солодового сахара? Тетя, попробуйте солодовый сахар, который моя мама сама сделала. Это очень вкусно. Хорошо, дайте мне два ляна. Хорошо, мама, мне страшно. Ты пугаешь людей этим лицом средь бела дня. Что это за лицо? Посмотри на ее лицо, как страшно. Должно быть, заразно. Это просто родимое пятно. Твое родимое пятно такое большое, должно быть, заразно. Нет, это не заразно. Не смейте говорить о моей маме. Пойдем, сынок, мы здесь не будем есть. Я пойду домой. Мама, ты в порядке? Что ты делаешь, брат? Зачем ты крадешь деньги у мамы? Я не крал. Не говори ерунды. Я просто хотел купить новые туфли. Мама говорила, хоть наша семья и бедна, но мы не должны быть бедны духом. Мы не должны быть плохими детьми. Да, я плохой сын. Мама любит тебя только потому, что ты хороший сын. Не говори так, брат. Мама тоже тебя любит. Видишь эти замки-обереги? Мама дала нам по одному. Только ты и дорожишь таким дешевым барахлом. Дай мне, не отдам. Я сейчас же пойду и все расскажу маме. Верни мне. Нет. Быстро дай мне. Стой. Я куплю тебе конфет, если ты не скажешь маме, хорошо, нет. Мама говорила, что мы не должны делать плохие вещи. Дай мне, нет. Дай мне, нет, нет. Дай мне. Брат, помоги мне, братишка. Братишка. Брат, скорее хватай меня за руку, братишка. Брат, скорее хватай меня за руку, брат. Помоги мне, брат. Братишка. Помогите, кто-нибудь Помогите, уже так поздно Дети, наверное, проголодались Помогите, кто-нибудь Кто-нибудь, помогите Синь-синь Синь-синь, Синь-синь Синь-синь, ты в порядке Я-я в порядке Слава богу, ты напугал меня до смерти Пойдем домой Пойдем Братишка, он настоял на том, чтобы пойти поиграть в воде Я не смог его остановить Невозможно Он никогда не ходит играть в воду Буйлань Возможно, ваш Лей-Лей Когда мы пришли Пожалуйста, не надо так Лей-Лей Лей-Лей Мама Лей-Лей 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 Буйлань Тетя Лю Ты правда продала дом? Синь-синь Нужно купить дом Чтобы жениться Я его мать Я должна внести свой вклад Я не способна на многое Только этот старый дом Еще чего-то стоит Можно и продать Буду жить с сыном и невесткой Наслаждаться жизнью в городе Если бы Лей-Лей был жив Он был бы уже в том возрасте Чтобы создавать семью Буйлань Прошло уже столько лет Не думаю об этом больше Мама Где же ты? Господин ГУ Мы подписали контракт С группой компаний Лю Вы нашли какую-нибудь информацию О моей семье Только замок безопасности Информации слишком мало А еще вы сказали Что ищите женщину С родимым пятном на лице Мы нашли много Но ни одна из них Не была той Кого вы искали Очень жаль Мои воспоминания О прошлом Очень туманны В противном случае Остановите машину Что случилось Что случилось Господин ГУ Ничего Возвращайтесь в компанию Я пройдусь пешком Эй 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 Старуха Ой Что это за мерзость У тебя на лице? Мой сын купил здесь дом И попросил меня Переехать к нему Твой сын купил здесь дом Грязная Вонючая старуха Ты Должно быть Пришла сюда собирать мусор Убирайся отсюда Убирайся Мне некогда с тобой возиться Я не обманываю вас Пожалуйста Позвольте мне войти Старуха Дай тебе скажу Ты не пройдешь Понимаешь Мой сын действительно Купил здесь дом Не спорь со мной Просто убирайся Я же сказал Тебе нельзя входить Старуха Чья это старуха? Ши Синь Папа Разве ты не говорил Что это дом в западном стиле? Не похоже И еще Это В твоей квартире всего три спальни Ши Синь Наша Фэй Фэй росла как принцесса Это Мама Папа Пожалуйста Поверьте мне Это всего лишь временное жилье Обещаю В течение года Я обязательно поселю Фэй Фэй В большой особняк Это ты сам сказал Если не сможешь То пеняй на себя В течение года Чья это старуха? Мама Папа Дома осталась одна посылка Фэй Фэй Поднимись сначала с мамой Я сейчас подойду Мама Папа Пойдемте посмотрим там Собирай свои вещи и убирайся Хорошо Прекрати подбирать вещи Синь-синь Это все деревенские яйца Мама Это город Ты можешь Пожалуйста Не приносить эти вещи из деревни в город Я знаю Мама Мама Почему ты приехала так внезапно? Разве я не продала дом в деревне? Чтобы помочь тебе купить дом? Теперь мне некуда идти Поэтому я решила приехать к тебе Мама Ты же знаешь Цены на жилье в городе очень высокие Твоих денег хватило только на покупку маленькой квартиры Хватило только на меня и Фэй Фэй О, все в порядке Я понимаю Мама Тебе нелегко создать семью Не беспокойся обо мне Прости меня Мама Это все потому, что твой сын ни на что не годен Что ты такое говоришь? Посмотри на меня, мама У меня есть руки и ноги Я могу найти работу Могу найти себе дело Не волнуйся Ах да Вот еще кое-что Я их уронила Осталось всего несколько штук Это все свежие деревенские яйца Возьми их и отдай Фэй Фэй Чтобы она подкрепилась Спасибо, мама У меня еще есть дела на работе Иди, иди скорее Тогда ты У меня все в порядке Иди, не забудь поесть яйца Будьте осторожны, тетя Ищешь смерти? Спасибо Ты Парень, что с тобой? Иди сюда, посиди немного Низкий Низкий уровень сахара в крови На, съешь кусочек Как ты себя чувствуешь? Лучше? Вот, возьми эти конфеты Съешь кусочек, когда понадобится Мне еще нужно найти работу Тогда я пойду Вот, возьми конфету Сахар упал На Ну как Стало лучше? Мам Еда и жилье предоставляются Быстро за работу Спасибо, босс Спасибо, босс Тетя Кашель Молодой человек У тебя уже прошел приступ гипогликемии Я в порядке Я хотел поблагодарить тебя за то, что ты сделал Не стоит благодарности Кстати, тетя Я хотел спросить про конфеты Эти саладовые конфеты я сделал сам Они очень чистые Когда мой младший сын был маленьким У него тоже часто падал сахар Я привык носить с собой конфеты Младший сын Да У меня было два сына 20 лет назад мой младший сын утонул Если бы он был жив Он был бы примерно твоего возраста Тетя Можно я посмотрю на ваше лицо? У меня на лице родимое пятно Я боюсь, что это может тебя напугать Не бойся, не напугает Я думаю, ты очень красивая Кашель Я тебя нанимал болтать Не хочешь работать? Уходи Иду, иду Извини, молодой человек Мне нужно работать Я сам, я сам Положи туда Помощник Джан Помоги мне найти одного человека Мама Мам Синь-синь Я пришел кое-что тебе сказать Босс, мой сын пришел ко мне Иди, иди Сколько же дел? Я скоро вернусь Синь-синь, о чем ты хотел поговорить? Мам Вот Ты же знаешь, я неграмотная Что это? Мам Это страховка Сейчас все пожилые люди в городе это покупают Чтобы в старости было какое-то обеспечение Я и подумал Куплю-ка я тебе тоже одну Не нужно Мама у меня здоровье Не трать деньги Оставь деньги себе Я Синь-синь, скоро свадьба Ты еще не купил машину и не дал колым Мои родители сказали, что не разрешат мне выйти за тебя замуж Если у тебя не будет и того, и другого Не волнуйся, не волнуйся Я сегодня обязательно дам тебе ответ Что случилось? Ничего Мам, это все по работе Мам Послушай И они не возвращают деньги Да и вообще Нет ничего важнее твоей безопасности Эх, ты Мам Я уже расписался за тебя Тебе нужно только приложить отпечаток пальца На Прости, мама У меня действительно нет другого выбора Мне нужны эти деньги, чтобы жениться на Фэйфэй Чтобы не быть униженным тестем и тещей Мам, я пойду Синь-синь Нелегко им отдать свою дочь за тебя Так что будь добр к жене На Запомни, не трать деньги попусту Трать их с умом Мам Этих денег и на обед не хватит Оставь себе Войдите Господин ГУ, я нашел информацию, которую вы просили Все сходится Да, точно Найдите способ проверить мою ДНК и ее Быстрее Да, сэр Господин ГУ Он, должно быть, ваш старший брат Брат Да Я слышал Он женится через два дня Его тесть, Чэнь Шэн, является руководителем одного из наших филиалов Кстати, у нас в филиале есть вакансия вице-президента, верно? Пусть тесть моего брата займет эту должность Считайте это подарком для него В конце концов, скоро мы будем одной семьей Хорошо Я сейчас же сообщу менеджеру по персоналу Кстати, господин ГУ, вы будете присутствовать на свадьбе вашего брата через два дня? Конечно Мой брат женится, и я признаю их своей семьей Это двойное счастье Да Позвольте мне представить вам это Этот роскошный автомобиль имеет великолепный внешний вид и источает благородный темперамент Вы можете видеть фары спереди Фэй-фэй Давай пойдем в другой автосалон Нет, я хочу эту машину Не волнуйся, не волнуйся Обязательно, обязательно Фэй-фэй, твой папа теперь вице-президент Правда? Конечно Твоего папу назначил сам господин ГУ Это замечательно Посмотри, какой твой папа выдающийся Мой тесть на самом деле знает господина ГУ Похоже, мне нужно крепко держаться за это бедро Ши-си-ни Тебе нужно работать еще усерднее Не волнуйтесь, не волнуйтесь Я вас не подведу Эта машина неплохая Фэй-фэй, это она Сегодня овощи довольно свежие Кредитная карта Мне нужна топовая модель Хорошо, идите за мной Странно Я никогда ее не видел Наш ши-синь такой замечательный Его мама, должно быть, тоже важная персона Она сегодня придет Сегодня моя свадьба Конечно, моя мама будет здесь Она скоро будет Хорошо Господин ГУ Наши люди не смогли найти госпожу Хуа Гуэлань на рынке Она уже должна была приехать Но хозяин сказал, что она отправилась на доставку Доставка, неужели она не знает, что сегодня свадьба Ши-синя? Проверь еще раз личные данные Ши-синя Мне нужен самый полный профиль Хорошо Еда пришла Сегодня все блюда в наличии Да, да, все на месте Смотрите, все очень свежее Почему в последнее время так много свадеб? Я с ума сойду Позвольте мне помочь вам отнести это Спасибо Что здесь происходит? Я объявляю свадебную церемонию господина Ши-синя и госпожи Чень Фэйфэ открытой Давайте поприветствуем жениха и невесту Счастливого брака Это действительно Син-синь В этот знаменательный день Жених, вы хотите что-нибудь сказать? В этот особенный день Я хочу поблагодарить моих тесте и тещу Они вырастили Фэйфэй И они согласились отдать свою дочь за меня замуж Я слышал, что жениха воспитывала одна мама Твоя мама сегодня тоже пришла? Конечно Моя мама, она вырастила меня одна, преодолевая трудности Без нее не было бы меня таким, какой я есть сегодня Именно благодаря вашим тяжелым трудам Что я понял, что такое настоящая любовь и самопожертвование Когда я был маленьким, ты заботилась обо мне, когда я болел Потерпи немного, мы скоро будем в больнице Ты всегда беспокоилась обо мне Синь-синь Синь-синь, синь-синь На, съешь эти два яйца, не забудь Теперь у меня есть своя маленькая семья Но я проведу всю свою жизнь, чтобы отплатить тебе за твою доброту в моем воспитании Я сделаю так, чтобы ты жила счастливой и комфортной жизнью Похоже на недоразумение В моем сердце моя мама – самая красивая мама на свете Я верю, что кто бы из вас ее не увидел Вы все будете хвалить ее и восхищаться ею И быть очарованы ею Мама, пожалуйста, поднимитесь на сцену Всем, это моя мама Мама жениха такая красивая, настоящая красавица Неудивительно, что она воспитала такого талантливого молодого человека, как Ши-синь А теперь молодожены подадут чай обеим парам родителей Мама Папа Мама, ты такая красивая, прямо как кинозвезда Хорошо, хорошо, спасибо, невестка Мама, когда я был маленьким, каждую ночь, когда у меня была аллергия Ты заботилась обо мне всю ночь напролет, даже не снимая одежды Это я заботилась о тебе, когда ты болел Мама Отныне тебе не придется так усердно работать Я сделаю так, чтобы ты жила более счастливой и комфортной жизнью Синь-синь Ты, наверное, ошибся Ты что, не узнаешь свою маму? Откуда взялась эта сумасшедшая? Убирайся Синь-синь Я твоя мама Ши-синь Что здесь происходит? Папа Это женщина Я не знаю эту женщину Синь-синь Она твоя мама Тогда кто я? Кто я? Просто Как матерью ши-синя можешь быть ты? Я и правда мама синь-синя Синь-синь Синь-синь Скажи что-нибудь Синь-синь Синь-синь Скажи что-нибудь Да отстанешь ты Наконец Это же кошмар какой-то Страшно Ужас какой Ужасное лицо Что за чудовище здесь появилось? Синь-синь Почему ты больше не хочешь свою маму? Что я сделала не так? Ши-синь Скажи мне Кто это чудовище? Фэй-фэй Она не моя мама Она моя мама Вот моя настоящая мама Тогда откуда она знает твое имя? Она Она Должно быть Увидела его на плакате у входа Ши-синь Я так старалась вырастить тебя Вот так ты меня отблагодарил Кто вставал каждый день ни свет ни заря, чтобы приготовить тебе завтрак? Кто заботился о тебе, когда ты болел? Кто работал на трех работах каждый день, чтобы оплатить твою учебу? Ши-синь Что здесь, черт возьми, происходит? Фэй-фэй Свояки Вы куда? Не мое дело Я всего лишь актриса, которую она наняла Что? Что происходит? Неужели это чудовище и правда мать Ши-синя? Ши-синь Разве ты не говорил, что твоя мама занимается бизнесом за границей? Я позволил фэй-фэй Я позволил фэй-фэй выйти за тебя замуж, потому что думал, что наши семьи подходят друг другу. Вот почему я позволил фэй-фэй выйти за тебя замуж. Папа! Я все понимаю, все понимаю, тогда что происходит? Слова этой женщины, они правда или ложь? Не волнуйтесь, папа. Как я могу осмелиться солгать вам? Дело в том, моя мама действительно не смогла присутствовать, потому что она занята делами компании, поэтому я и нанял актрису. Синь-синь, как ты мог так измениться? Ты слышала, что сказал Ши-синь? Его мама – большая шишка, у нее такое высокое положение. Даже если бы это была не та актриса, это все равно не была бы ты, человек такого низкого происхождения. Господин Гэу, результаты ДНК еще не готовы, не будем действовать опрометчиво. Синь-синь, Синь-синь, скажи что-нибудь. Синь-синь. Охрана, уберите отсюда эту обманщицу. Невестка. Я не обманываю. Я и правда мама Ши-синя. Ты. Невестка. Ты видела себя в зеркале, с твоей-то внешностью ты смеешь появляться на нашей свадьбе, ты считаешь себя достойной быть в родстве со мной. Невестка. Я знаю. Я уродина и бедна. Но я же на самом деле мать Синь-синя. Это уродина и вправду мать жениха. Если они наняли актрису, то разве жених не сможет жениться? Заткнись. Ты же просто пришла вымогать деньги, да, деньги я тебе дам, а ты быстро убирайся отсюда, хватит. Хватит тратить время, ты же просто хочешь денег. Забирай деньги и убирайся. Мне не нужны деньги. Я просто хочу присутствовать на свадьбе сына. Я хочу видеть результаты ДНК в течение трех минут. Да. Синь-синь. Я растила тебя в тяготах и лишениях больше двадцати лет. Я лучше буду обделять себя, чем тебя. Ради твоей свадьбы я продала свой дом на родине, чтобы купить тебе квартиру. Разве ты ничего этого не признаешь? Верно. Документы на собственность Синь-синя. Синь-синь сказал. Он впишет мое имя в документы на собственность. Вам просто нужно взглянуть на документы на собственность, и вы узнаете, что я говорю правду. Тебе лучше уйти. Шисинь. Этот дом не ты покупал. Я его купила. Тетушка, вам лучше прекратить говорить и уйти. Как ты меня назвала? Я твоя мать. Тетушка, я правда не хочу причинять тебе боль. Пожалуйста, уходи, хватит. Просто дай ей документы, чтобы она перестала витать в облаках. Подумать только, ты настолько глупо, что осмеливаешься врать подобным образом. Разве здесь не два имени? Это же Синь-синь и я, Хуа Гуэлань, верно? Хуа Гуэлань. Я думала, ты просто бедная и уродливая. Не ожидала, что ты еще и слепая. Посмотри внимательнее. Здесь написано мое имя. Чэнь Фэй Фэй. Как такое возможно? Позволь мне кое-что тебе сказать. Таким, как ты, никогда не суждено вписать свое имя в документы на собственность. Синь-синь, почему ты мне солгал? Я же продала свой дом на родине, чтобы купить тебе квартиру. Ты можешь, пожалуйста, уйти? Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. С твоим-то характером. Даже за 800 жизней ты не смогла бы родить такого талантливого молодого человека, как мой зять. Хватит лгать, убирайся отсюда. Синь-синь. В народе говорят, что сын не попрекнет мать уродством, а собака не побрезгует бедным домом. Ты действительно презираешь свою мать? Пожалуйста, просто уйди. Я тебя умоляю. Хватит, охрана, быстро выведите эту сумасшедшую отсюда. Синь-синь, 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 синь-синь. Он не твой сын. Синь-синь, синь-синь. У меня есть доказательства. Ты, сумасшедшая баба, что ты еще задумала? Это страховка, которую Синь-синь купил для меня. На нем стоит мой отпечаток пальца. Если он не мой сын. Зачем бы он покупал это для меня? Это подделка, это не настоящее. Дай мне. Папа. Тетушка. Здесь написано, что вы, Хуа Гуилань, взяли кредит в банке на сумму 500 тысяч секунд крайним сроком погашения один год. Это невозможно, я никогда этого не подписывала. Черным по белому написано, а ты все еще хочешь отрицать. Даже если бы ты продала свою жизнь, ты бы не смогла вернуть 500 тысяч. Синь-синь. Разве ты не говорил, что это страховка? Почему ты мне солгал? Я же продала свой дом на родине, чтобы купить тебе квартиру. Чем я буду выплачивать эти 500 тысяч? Тетушка, пожалуйста, не говорите ерунды. Можете ли вы, пожалуйста, просто уйти? Я вас умоляю, у меня больше ничего нет. Лейли уже бросил меня. Зачем ты так со мной поступаешь? Хватит. Разве ты не говорил, что она тебе не мать? Тогда докажи мне это. Это-это неправильно. Она устраивает скандал на нашей свадьбе. Проучить ее – это то, чего она заслуживает. Нет, этого не будет. Она и правда его мать. Дорогие родственники и друзья, я с сожалением сообщаю вам, что сегодняшняя свадьба отменяется. Эй, не отменяйте, не отменяйте. Она правда не моя мать. Тогда докажи мне это. Докажи. Докажи это. Синь-синь. Чтобы жениться, ты действительно готов отказаться от собственной матери. Синь-синь. Уходите, не давите на меня. Пойдем. Ни за что. Ши-синь, я даю тебе два варианта. Либо ты разбиваешь эту бутылку. Либо мы отменяем свадьбу. Выбирай. Ши-синь, чего ты медлишь? Если ты имеешь хоть какое-то отношение к этой женщине, даже не думай становиться нашим зятем. Все блага, которые ты получил от нашей семьи, ты вернешь сполна. Нет. Нет. Синь-синь. Сын бьет свою мать. Тебя молнией ударит. Нет, это не так. У меня действительно нет выбора. Говори. Господин ГУ, результаты ДНК показывают, что Хуа Гуйлань действительно ваша мать, а личная информация Ши-синья уже отправлена на ваш телефон. Посмотрим, кто посмеет ее тронуть. Посмотрим, кто посмеет ее тронуть. Кто это? Я ее не знаю. Иди сюда, ты в порядке? Все хорошо. Сынок, почему ты пришел? Ты? Хватит. Что, моя свадьба, это спектакль. Все лезут на сцену. Вышвырните их отсюда. Посмотрим, кто посмеет их тронуть, пока я здесь. Не ожидал, что у такой старой ведьмы, как ты, еще остался шарм, чтобы такой красавчик за тебя заступался. Что ты сказал? Если у тебя есть что сказать, говори мне. Не смей ее обижать, раз уж ты так хочешь сунуть свой нос не в свое дело. Тогда не жалуйся, что кулаки не разбирают лиц. Сынок. Это не твое дело. Взять его. Я заставлю каждого из вас заплатить за то, что вы с ней сделали. Щенок, ты знаешь, что такое уважение? Как ты смеешь бить людей на глазах у всех? Вы здесь издеваетесь над старушкой, и еще смеете говорить мне об уважении. Скажи хоть слово, они же обижают твою жену. Ты не мой, что ли, особенно ты. Ради собственного лица ты позволил им публично унизить твою собственную мать. Ты просто не человек. Я. Я проверил твое прошлое. Ты никогда не был за границей. Твой престижный университет, твое происхождение из богатой семьи, все это ложь. А ты, Шисинь, родился в деревне Таохуа. А это Хуагуилань, твоя родная мать. Как ты посмел мне врать, ты ничтожество? Папа, мама, все не так. Позвольте мне объяснить. Ты лжец. Ты чуть не заставил меня выйти замуж за такого, как ты, из самых низов общества. Фэй-фэй, фэй-фэй, не уходи. Фэй-фэй, отпусти меня. Неужели ты так просто выбросишь все наши годы вместе? Я тебя действительно люблю, фэй-фэй. Я не могу без тебя жить. Любовь. Ты смеешь говорить мне о любви? Я выбрала тебя только из-за твоего происхождения, вот и все. Сейчас. Как ты теперь можешь быть меня достоин? Зачем ты мне врал? Зачем ты мне врал, фэй-фэй? Ладно, раз уж так вышло. Хочешь жениться на фэй-фэй, пожалуйста. Но ты должен порвать все связи с этой уродиной. Возьми фамилию Чэнь и женись на нашей дочери. Отныне и навсегда ты будешь чтить только нас. Синь-синь. Ты действительно собираешься выбрать жену вместо собственной матери? Нелепо. В плане статуса, происхождения и даже внешности. Что ты можешь ему дать, кроме как быть обузой и посмешищем для других? Если ты все еще сетаешь себя его матерью, то держись от него подальше. Не будь обузой для Ши-синя и не будь обузой для нашей семьи Чэнь. Неужели нужно рвать отношения? Ши-синь. С сегодняшнего дня я вице-президент филиала корпорации ГУ. Если ты пойдешь с нами, тебе ни о чем будет беспокоиться до конца твоих дней. Я принял это решение только потому, что ты и Фэй-фэй уже давно встречаетесь. Это мое решение. Надеюсь, ты понимаешь, что для тебя лучше. Ты же моя плоть и кровь. Ты меня убиваешь? Ши-синь. Ты не можешь выбирать, в кого тебе родиться. Это твой второй шанс. Неужели ты хочешь провести остаток своей жизни с этой низкой, уродливой женщиной? Я выбираю. Я выбираю. Ладно, раз ты не можешь выбрать, я выберу за тебя. Объявляю. С сегодняшнего дня Ши-синь станет частью нашей семьи Чэнь. И разорвет все связи с этой женщиной. Синь-синь. Он больше не имеет к тебе никакого отношения. Заткнись ты. Какое ты имеешь право выбирать за него? Умоляю вас. Умоляю вас, не заставляйте меня. Ей нелегко быть одной. Максимум, что я сделаю, это перестану с ней общаться. Неужели нужно полностью разрывать отношения? Если другие узнают, что мои родственники – сборище чудовищ, куда денется лицо семьи Чэнь. Умоляю вас, у меня только один сын. Я не могу его потерять. Считайте, что он умер. Сестра, мы обе матери. Пойми меня, пожалуйста. У меня другая ситуация. Лишь бы он не разрывал со мной отношения, я на все готова. Я встану перед вами на колени. Не вставай перед ними на колени. Они просто кучка подонков. Они этого не заслуживают. Парень, сегодня здесь заправляет семья Чэнь. Не испытывайте судьбу. Сынок. Не вмешивайся. У меня всего один сын. Нет. Нет. У тебя есть еще один сын. У тебя есть еще один сын. Ты помнишь это? Это ты мне дал. Ты. Шилаи. Мама. Это я. Лейлаи. Лейлаи, сынок мой. Наконец-то я тебя нашла. Ну что ж, Ши Синь. Твой лучший вариант сейчас это жениться на девушке из нашей семьи Чэнь. Видишь ли, я теперь вице-президент филиала Га-Групп. Если ты будешь с нами, тебя ждет блестящее будущее. О, вице-президент, говорите? Тогда тебе лучше хорошенько подумать. Почему именно такой, как ты, был выбран вице-президентом филиала? Потому что я невероятно компетентен в своей работе. Парень. Ты, жалкий официант. Что ты смыслишь? Не понимаю. Но с этого момента ты больше не вице-президент. Вместе с твоей нынешней должностью. Да кто ты такой? Твоя жизнь и смерть в моих руках. Веришь или нет, одно мое слово, и вас обоих отсюда вынесут. Ассистент Джан, должность Чэнь Шэна аннулирована. И у тебя есть три минуты, чтобы привести его ко мне. Ассистент Джан, посмотрим, кто из нас сегодня действительно погибнет. Ты имеешь в виду ассистента Джана, помощника господина Гэу. Неужели ты? Верно. Я Гэу Цзэйуань, генеральный директор Га-групп. Гэу Цзэйуань. Он Гэу Цзэйуань. Ты. Ты Гэу Цзэйуань. Кого ты пытаешься обмануть? Ты что, переиграл в драмах? Ты. Поздравляю. Какой у тебя счастливый день. Двойное счастье. Вот, я принес тебе твое назначение. Хорошенько посмотри, парень. Откройте глаза пошире и смотрите. Это должность, лично назначенная генеральным директором ГУ. На нем даже подпись генерального директора ГУ. Ты когда-нибудь видел ее? В будущем замолви за меня словечко перед генеральным директором ГУ. Обязательно. Обязательно. Я тебя спрашиваю, менеджер по персоналу. Ты как работаешь? Его назначение уже отменено. Ты что, не знаешь? Что происходит? А это еще кто такой? Какой-то жалкий официант. Не обращайте на него внимания. Ши Синь. Ну и что ты теперь думаешь? Неужели нужно разрывать отношения? Никчемный дурак. Эй, кто-нибудь. Выбросьте эту уродину из Дзянчена. Чтобы ее здесь больше не видели. Попробуйте только троньте ее. Ши Синь. Ты уже решил? Хорошо. Раз ты не признаешь эту мать. То не вини меня, что я забуду о братских чувствах. Ши Синь. Какая тебе польза от такого брата? Мой отец теперь генеральный директор корпорации ГУ, назначенный лично ГУ Цзюанним вице-президентом. Раздавить вас будет так же просто, как раздавить муравьев. Верно? Не знал, что у вице-президента корпорации ГУ такая власть. Посмотрим, как вы собираетесь меня раздавить. Я же говорил, ты не можешь быть вице-президентом. Ты? Ты? Как ты смеешь рвать распоряжение, подписанное самим генеральным директором ГУ? Ты что, жить надоел? Если генеральный директор ГУ узнает об этом, вам обоим конец. Правда? Что, если я и есть ГУ Цзюань, вот умора. Разве здесь кто-то не знает, что генеральный директор ГУ – молодой и успешный человек. Он сделал корпорацию ГУ номером один в стране всего за год. Да ты, сопляк, как смеешь выдавать себя за генерального директора ГУ. Парень, ты ведь знаешь, что генеральный директор ГУ никогда не показывался на публике. И ты все равно смеешь выдавать себя за него. Я тебе вот что скажу. Ты не можешь просто так выдавать себя за генерального директора ГУ. Раз он никогда не показывался, то с чего ты взял, что я не он? На каком основании? На том основании, что эта жалкая уродина не могла родить такого великого человека, как генеральный директор ГУ. Попробуй еще раз ее оскорбить. Ну, погоди, директор Ли скоро будет здесь. Он акционер корпорации ГУ. Тогда вам всем конец. Лей-лей. Это. Мама, поверь мне. Директор Ли, вы где? Кто-то выдает себя за генерального директора ГУ. Я подожду, я подожду. Слышите, директор Ли уже у двери. Вам пришел конец. Директор Ли, Ли Чуньшен, это ты, у тебя всего лишь одна тысячная акции корпорации ГУ, и ты смеешь так нагло вести себя передо мной. Ты, видно, не заплачешь, пока гроб не увидишь. Посмотрим, кто сегодня будет плакать. Лей-лей. И ее. Отпусти меня, мама, Ши Синь, тебе нужно разобраться в ситуации. Фэй-фэй, это он все выдумывает. Умоляю тебя, не позволяй им трогать мою мать. Ты хорошо подумай. Кого ты выбираешь, мою семью Чинь или этих двух мошенников? Я вас умоляю. Отпустите, пожалуйста, Лей-лея. Я извиняюсь. Тебе давно пора было извиниться. Если ты сделаешь нам пару земных поклонов, то, может быть, мы подумаем о том, чтобы отпустить твоего драгоценного сыночка. Мама. Да как ты смеешь просить мою мать встать на колени? Ты не достоин? Ах ты, щенок, как ты смеешь бить мою дочь, ты? Я же говорил. Все, кто сегодня обидит мою мать, я никого из вас не пощажу. Кто там? Кто там? Посмотрим, кто посмел выдавать себя за генерального директора ГУ. Это-это-это. Директор Лей, вы наконец-то пришли. Это он, я его задержал. Директор Лей, этот человек невероятно дерзкий. Он осмелился порвать распоряжение, подписанное самим генеральным директором ГУ. Что? Он осмелился порвать распоряжение, подписанное самим генеральным директором ГУ. Вам всем конец. Теперь вам никто не поможет. Он еще и выдавал себя за ГУ Цзэуаня. Я его так проучу, что он на всю жизнь запомнит. Ли Чуньшен, как ты собираешься проучить меня? Слышали? Директор Ли. Лей, он посмел назвать вас по имени. Еще слово, и я тебе ноги переломаю. Проваливай. Господин ГУ, ПП, простите. Мама, ты как? Я в порядке. Директор Ли. Вы, должно быть, ошиблись. Это-это уродина, как ее сын может быть генеральным директором ГУ? Верно, он самозванец. Как он может быть генеральным директором ГУ? Заткнись. Как ты смеешь проявлять неуважение к генеральному директору ГУ? Господин ГУ, я опоздал. Все кончено. Теперь точно все кончено. Мама, сядьте. Ли Чунь Шэн. Ты, мелкий акционер корпорации ГУ. Теперь ты возомнил себя важным человеком. Я-я не смею. Это все семья Чень. Ты, меня обманули? Это потому, что ты плохо управлял компанией. Ты позволил такому подонку, как он, оставаться в моей корпорации ГУ так долго. Да, 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 простите, это моя оплошность. Ассистент Джан, господин ГУ, они посмели оскорбить мою мать. Ты знаешь, что делать? С сегодняшнего дня уволить Чень Шэна. Внести его в черный список всей отрасли. Больше никогда не нанимать. Что касается менеджера по персоналу, понизить его до обычного сотрудника. Господин ГУ, простите меня, у меня глаза на затылке были. Я не знал, с кем имею дело. Я-я, дурак слепой, не узнал вас. Пожалуйста, простите меня. Теперь вашей семье Чень пришел конец. Господин ГУ, пожалуйста, простите нас. Пожалуйста, пожалуйста. Да, господин ГУ, я был слеп. Простите меня, я был неправ. Как такое возможно? Мой папа, вице-президент корпорации ГУ. Наша семья Чень, это уважаемая династия. Как такое возможно? Вы все обманщики. Это все неправда. Все ложь, все ложь. Заткнись. Фэй-фэй, а ты? Ты такой жалкий, что даже не посмел признать свою собственную мать. Нет, я не такой. Я не такой. Мамы, я дал тебе шанс, но ты им не воспользовался. Спроси у мамы, нужен ли ей такой бессердечный сын, как ты. Мама, прошу тебя, прости меня. Я знаю, что был неправ. Раньше я был ослеплен жаждой роскошной жизни. Мама. Мама, он обманом заставил тебя взять кредит на подарки к помолвке. Тебе нужен такой бессердечный сын. Мама, я взял кредит, потому что мне нужны были деньги на подарки к помолвке. Если бы у меня не было этих подарков, у меня не было бы поддержки семьи чень. Я больше не хочу жить в нищете. Я хочу лучшей жизни. Что в этом плохого? Ты просто хочешь подняться по социальной лестнице. Желание лучшей жизни не преступление. Но ты не прав, отрекаясь от своей крови. Ты готов на все ради своей цели. Мать тебя родила, воспитала. А ты отказываешься признать ее только для того, чтобы жениться на богатстве. У тебя нет совести. Я не человек, мама. Я же говорил им. За каждый удар, который они нанесли ей сегодня, за каждую пощечину, я заставлю их заплатить. Закрой дверь. Мама, это все я для тебя приготовил. Я знаю, ты хороший сын, но я не привыкла носить драгоценности. Хорошо, лишь бы ты была счастлива. Я помню. Ты любил суп из карася с мятой, когда был маленьким. Вот, попробуй. Спасибо, мама. Все тот же вкус, как в детстве, когда мама готовила. Если тебе нравится, я буду готовить тебе его чаще. Хорошо. Вы с братом всегда ругались из-за этого супа, когда были маленькими. Интересно, как он сейчас поживает? Лэй-Лэй, Синь-Синь на самом деле неплохой. Просто все эти годы, живя со мной в бедности он стал бояться. Твой брат. Мама, не волнуйтесь. Я пришлю кого-нибудь на его поиски. Хорошо. Хороший мальчик. Мама, кушайте. Когда вернешь деньги? Разве мы не договаривались на полгода? Прошло всего полмесяца. Ты кто? Должник или я? Не хочешь отдавать? Ладно, я тогда твою страшную мамашу свяжу. Старая, конечно, но органы еще чего-то стоят. Не трогай мою маму. Бейте его. Сильнее. Прекратите. Я верну деньги, которые он должен. Забирай деньги и проваливай. Синь-синь, ты настрадался. Мама, прости меня. Прости, Лэй-Лэй. Я сейчас же уйду. Синь-синь, ты куда? Я так долго тебя искала. Мы ведь семья, я не могу бросить тебя на произвол судьбы, правда? Все хорошо, идем домой. Мама, почему моя жизнь такая жалкая? В то время как они живут счастливо. Господин ГУ. Как работа? Привыкаете? Нормально? Спасибо вам. Ты все еще признаешь меня, своего никчемного брата. Не будем говорить о прошлом. Но сейчас я могу предложить тебе только работу охранника. Надеюсь, ты не против. Я понимаю. Не волнуйся. На самом деле, быть охранником неплохо. По крайней мере, на душе спокойно. Давно не виделись. Не могу поверить, что ты стал охранником. И, похоже, для Га Групп. Похоже, твоя любимая мама и брат тоже не очень-то хорошо к тебе относятся. Фэй Фэй. Не говори так. В первую очередь это была моя вина. То, что они все еще признают меня. Уже большая милость с их стороны. Ши Синь. Ты все еще такой же никчемный дурак. Ты собираешься быть охранником до конца своих дней. Я. Как бы то ни было, ты должен хотя бы подумать о ребенке у меня в животе. Что ты сказала? Я беременна твоим ребенком. Фэй Фэй. Даже если не ради меня, ты должен сделать это ради ребенка. И что ты хочешь, чтобы я сделал? Работай со мной, и мы получим состояние Гэ Уцзэюаня. Ни за что. Это результат его многолетнего труда. Как я могу это забрать? Он твой брат. Что его, то и твое. Что тебе мешает это взять? Неужели ты хочешь, чтобы наш ребенок, не мог позволить себе даже подгузники? Господин Гэ У, мы выяснили, что Ши Синь все это время был на связи с Чэнь Фэй Фэй и ее семьей. И семья Чэнь встречалась с несколькими подозрительными личностями, неисправимой. Не ожидала, что ты все еще готов пойти погулять со своей мамой. Мама, извини, что я был таким придурком в прошлом. Прости меня. Главное, чтобы ты осознавал свои ошибки и был готов меняться. Чего ты хочешь? Синь Синь. Мама. Синь Синь. Быстрее. Мама. Лэй-Лэй. 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 Маму похитили. Говори. Куда ты дел маму? Это был не я. Ты все еще общаешься с семьей Чэнь, не так ли? Что ты еще можешь сказать свое оправдание? Да, они связались со мной, но я ни на что не соглашался. Я последовал за ними, потому что боялся, что маме может угрожать опасность. Не могу поверить, ты неисправим, что я поверил, что ты можешь измениться. Я же сказал, это был не я. Простите, господин ГУ, но мы упустили их. Найдите мою маму любой ценой. Есть, сэр. Чэнь Фэй Фэй, что ты задумала? Что я задумала? Ты и твой драгоценный сыночек, Гау Цзюань, разорили семью Чэнь. Я использую тебя, чтобы вернуть все, что потеряла семья Чэнь. Фэй Фэй, не делай глупостей. Это противозаконно. Заткнись. Если бы не ты, разве семья Чэнь стала бы посмешищем? Фэй Фэй, не делай глупостей. Синь Синь сказал, что ты беременна. Осторожно, беременна. Как я могу быть беременна от твоего сына? Я вообще не беременна. Ты? Я бы тебя убила. Мисс Чэнь, если мы ее убьем, то не получим выкуп. Знаешь ли, не обязательно, чтобы она была жива, чтобы получить выкуп. Фэй Фэй, за убийство наказывают смертью. И ты тоже не избежишь наказания. Не важно. Когда они появятся, я убью их всех. А потом я подожгу это место, и никто не узнает, что это я. Нет, вы довели меня до такого. Никто из вас не уйдет. Нет, нет. Убей меня, но не трогай их. Умоляю тебя, не надо. Разве они тебя не любят? Тогда я позволю им увидеть твой труп своими глазами. Сделаю им большой сюрприз. Нет, умоляю, не причиняй им вреда. Ваша семья из трех человек скорого соединится внизу. Ты с ума сошал? Ты нам больше не нужен. Отдохни. Мама, не приближайся. Иначе я ее убью. Не делай глупостей. Умоляю, отпусти мою маму. Хм. Это же мать господина ГУ. Думаешь, ее так просто отпустить? Отпусти мою мать, и я выполню любое твое желание. Хорошо. Дай мне три миллиарда. Лейли. Синь-синь. Мама. Хорошо. Я дам тебе их. Не надо, Лейли. Мама уже одной ногой в могиле. Не стоит тратить на меня столько денег. Мама, твоя безопасность – это все, что имеет значение. Ши-синь. От имени семьи Чень хочу спросить тебя. Ты инвестировал или нет? У тебя же есть три миллиарда. Ты можешь продолжать быть зятем семьи Чень. Ты, Синь-синь, это все ты задумал вместе с семьей Чень. Чтобы обмануть собственного брата и отобрать его деньги. Мама, я не… Не слушай его бред. Ты должна мне верить. И как нам тебе верить? Ты так стремился примазаться к семье Чень, что даже от собственной матери отказался. Да ты ничем не лучше семьи Чень. Мама, клянусь, если я хоть как-то замешан в этом, пусть я умру ужасной смертью. Ши-синь, если ты считаешь, что три миллиарда – это мало, то все просто. Я избавлюсь от них всех. И тогда все состояние семьи ГУ достанется тебе. Как тебе такое? Начнем с твоей матери. Мама, я правда не… Синь-синь. Мама, остановите его. Лей-лей. Не смейте их трогать. Если есть мужество, нападайте на меня, Ши-синь. Ты должен понимать, на чьей ты стороне. Ты ведь тоже один из организаторов похищения. Не притворяйся невинной овечкой, не неси чушь. Послушайте. Сотрудничай со мной, и мы завладеем всем состоянием Гау Цзюаня. Он же твой брат, почему бы тебе не получить свою долю? Говорю тебе, мы обязательно добьемся своего. Хорошо, я согласен. Все было не так. Я лишь притворялся, что сотрудничаю с ними, чтобы выведать информацию и защитить тебя и Лей-лея, чтобы защитить тебя и Лей-лея. Думаешь, они поверят в эту чушь? Ши-синь, у тебя сейчас только один выход. Выбирай семью Чень, и ты сможешь наслаждаться бесконечным богатством и процветанием. Ты станешь настоящим хозяином жизни. Выбирай с умом, семья Чень или они. Выбирай семью Чень, и обретешь богатство и процветание. Выбирай их, и умрешь вместе с ними. Я выбираю, я выбираю. Синь-синь, не делай глупостей. Убей их. Убей их, и тогда все это будет твоим. Убей. Синь-синь, очнись, это же твой брат. В детстве ты ради денег воровал все, что плохо лежит. А теперь, когда ты вырос, ты готов отречься от собственной матери ради денег. И сейчас ты готов убить родного брата ради денег. Заткнись, заткнись. Послушай, они тебе ни капли не доверяют. Нет. Они тебя за родного не считают. Убей его, убей. Почему вы мне не верите? Нет. Почему вы мне не верите? В прошлый раз на свадьбе я струсил, но в этот раз я не отступлю. Пока я жив, никому не позволю причинить вред моей семье. Синь-синь. Мама, не волнуйся, я сейчас же спасу тебя. Неблагодарный ублюдок. Не бейте моего сына. Не бейте моего сына. Синь-синь. Бесполезный кусок дерьма. Я окажу вам всем услугу и отправлю их на тот свет. Держите его. Не смей трогать мою семью. Нападай на меня. Если есть проблемы, обращайтесь ко мне, ты сам себя защитить не можешь, а то даже, ублюдок, нападай на меня. Нападай на меня. Нападай на меня. Раз уж ты не боишься смерти, я тебя удовлетворю. Лей-лей, позаботься о маме за меня. Я плохой брат, прости меня. Синь-синь. Мама, я буду твоим послушным сыном в следующей жизни. Умри. Хватит. Брат. Синь-синь. Что случилось? Господин ГУ, я привел их. Господин ГУ, какие у вас дела? Я заплачу вам в три раза больше, чем Чень Фэй-Фэй. Но вы должны помочь мне разыграть одну сценку. Брат, прости меня. Я просто. Лишь бы с нашей семьей все было хорошо. Синь-синь, брат. Ты очнулся. Мама. Фэй-Фэй, где Фэй-Фэй? Ее забрали. Ее подозревают в похищении. А как же мой ребенок? Она тебя обманула. Она сама мне сказала, она вообще не была беременна. Понятно. Так. Я наконец-то могу порвать все связи с семьей Чень. Синь-синь, ты еще молод. Встретишь хорошую девушку. Мама, сейчас я хочу только одного, чтобы наша семья была в порядке. После всего, что произошло я боюсь. А вдруг, а вдруг вы снова меня оставите? Мама, не говори так. Никто тебя не оставит. Мама, я все равно хочу уехать. Я хочу добиться чего-то в жизни. В корпорации ГУ еще много вакансий. Я все для тебя устрою. Спасибо, Лей-Лей. Но как бы то ни было, я старший брат. Я не могу вечно надеяться на тебя. Это жалко. И кроме того, это я виноват, что мама лишилась дома. Мне нужно побороться за свое место под солнцем. По крайней мере, так я смогу заработать достаточно, чтобы выкупить наш старый дом для мамы. Вот это мой сын. Ты наконец-то повзрослел. Ты наконец-то ведешь себя как старший брат. Брат, я буду ждать того дня, когда ты добьешься больших высот. Не волнуйся. Брат, я обязательно буду таким же хорошим, как ты, если не лучше. Кстати, мама, на следующей неделе будет очень важная деловая встреча. Там я познакомлю тебя со всеми. Я простая крестьянка. Мне не место в таких местах. Я опозорю тебя. Мама, со мной рядом никто не посмеет ничего сказать. Что? Исчез после приземления. Ни одна компания не может с ним связаться. На этот раз он привез заказ на миллиарды долларов. Этот заказ также будет способствовать углублению дипломатических отношений между нашей страной и миром. Говорят, он всегда очень осторожен в своих делах. Вероятно, сейчас он тайно проверяет все компании, участвующие в тендере. Господин ГУ, может, мне приказать всем быть предельно осторожными. Сделай это. Простите, хозяин, а что это? Зеленый лук. А в чем разница между зеленым луком и шнит-луком? Хозяин? Хозяин? У зеленого лука больше белой части и более сладкий вкус. У шнит-лука вкус более насыщенный. Что вы готовите? Я готовлю свинину по-китайски. Тогда вам нужен зеленый лук. Мы, китайцы, всегда используем зеленый лук для супов, жарки и мясных блюд. Спасибо, мэм. Вы еще и свинину покупаете? Да, мне нужно купить трехслойную свиную грудинку. Это называется пятислойная свиная грудинка. Пойдемте, я помогу вам выбрать. В выборе мяса тоже есть свои премудрости. Разные куски подходят для разных блюд. Если вы готовите свинину по-китайски, вам нужен кусок с большим количеством жира. Так, когда он будет приготовлен, он будет более ароматным и нежным. Вот, например, этот кусок будет в самый раз. Угу. Китайская кухня действительно обширна и глубока. Я потом покажу вам специи. Спасибо, мэм. Спасибо за рецепт, мэм. Я внимательно изучу его, когда вернусь домой. Меня зовут Джеймс. А как вас зовут? Мое имя старомодное. Лучше не буду говорить. Ну как же так? Ты мой первый друг в Китае. Я хочу запомнить твое имя. Меня зовут Хуагуйлань. Хуагуйлань – красивое имя. Как и ты сама? Тогда я пойду. Хорошо. Спасибо. До свидания. Пока-пока. Господин ГУ, это меню, подготовленное нашим отделом гостеприимства. На мероприятии будут готовить шеф-повара со звездами Мишлен. Хорошо. Позаботьтесь о том, чтобы заранее узнать обе аллергии у них. Чтобы избежать каких-либо инцидентов. Хорошо. Но, господин ГУ, я слышал, что несколько компаний планируют подавать блюда западной кухни. Я подумал, не могли бы мы сделать что-нибудь особенное на нашем банкете. Да, я тоже думал об этом. Лей-лей. Мама, я сам. Сначала доешь. Сегодня я ходил на рынок и встретил иностранца. Он так хорошо говорил по-китайски. Он даже сказал, что хочет научиться готовить некоторые из наших домашних блюд. Я подумал, может быть, иностранцы тоже хотят попробовать настоящую китайскую еду. Мадам, вы не понимаете, китайская еда за границей, все адаптировано. Это не аутентично, да и вкусы у иностранцев отличаются от наших. Правда? Тот иностранец очень внимательно записывал меню. Он даже купил кучу бадьяна и сычуанского перца, чтобы взять с собой. Он сказал, что не каждый день приезжаешь в Китай, поэтому он хочет попробовать самые аутентичные домашние блюда. Иностранец. Мама. Ты знаешь, как его зовут? Что-то там на «Си». Куриная соломка. Хорошо, тогда будем подавать домашнее блюдо. Господин ГУ, не слишком ли это рискованно? Честно говоря, я перепробовал все деликатесы мира. Но больше всего я скучаю и люблю домашнюю еду своей мамы. Когда мы были маленькими, мы с братом были привередливы в еде, моя мама всегда придумывала новые и оригинальные блюда. Домашняя кухня постоянно меняется. Но суть остается прежней. Так же, как и мы, люди, бесконечно запоминающиеся и не под властной времени. Разве это не лучший способ продемонстрировать мудрость и культуру нашей страны? Генеральный директор ГУ прав. Я сейчас же пойду все организую. Мама, я еще хотел попросить тебя составить для меня меню и приготовить еду. Мне, быть шеф-поваром? Да. Я боюсь, что эти повара не смогут уловить суть домашней кухни. Хорошо. Я сделаю все возможное. Не подведу тебя. Банкет в честь председателя Джеймса. «Почему за это поручили этому мальчишке, Гау Цзюаню?» Верно. Каждый из присутствующих здесь имеет больше прав быть хозяином, чем он. Да, вы все ветераны делового мира. Но есть такая поговорка, волны позади гонят вперед тех, кто впереди. Гау Цзюань, не будь таким дерзким, парень. «Чтобы быть высокомерным, нужен капитал. На данный момент моя Га Группс самая дорогая компания в стране. Что мешает мне быть высокомерным?» «Господа, прошу садиться!» «Ты еще слишком молод. Как ты смеешь там сидеть? Сегодняшний банкет организовал я. Я должен сидеть здесь, разве нет?» «Вот уж действительно не знает скромности. Когда мы только начинали свой бизнес. Ты, Гау Цзюань, еще не родился. В свое время мы были гораздо успешнее тебя. Именно, с той властью, которой мы обладали, он был бы не достоин даже носить нашу обувь. Не говоря уже о том, чтобы носить обувь. На такого, как он, я бы и взгляда не тратил. Не думайте, что раз господин Гау молчит, то его можно запугивать. Это потому, что он боится говорить перед нами, не так ли? Настоящий герой не хвастается былыми заслугами. Сейчас у вас осталась только былая слава. Если бы я вас перебил, разве это не разбило бы ваши маленькие сердечки?» «Ты, как я уже сказал, как бы вы ни были круты в прошлом, сейчас, даже если бы вы все объединили свои силы, вам все равно не справиться с моей Га-групп. Подайте чай!» «Господа, попробуйте этот чай, золотые почки!» «Что за чай, золотые почки?» «Красиво, но бесполезно!» «Га-групп это как этот чай, внешне красиво, но бесполезно!» «Разве не так?» «Это Га-групп!» «Разве не так?» «И ее генеральный директор, его положение незаконно!» «Гэу Цзюань!» «Ты всего лишь сирота, которого подобрали!» «Если бы не уважение к старшему господину Гэу, ты был бы не достоин стоять здесь перед нами, именно, если бы не старый господин Гэу!» «Кто знает, где бы ты сейчас рылся в мусоре!» «Успех Га-групп сегодня — это заслуга старого господина Гэу!» «Я никогда не забуду доброту своего деда, без него я бы умер двадцать лет назад!» «Но раз уж он передал Га-групп мне!» «Я никогда не обманывал его ожиданий!» «Как благородно сказано, я просто говорю правду!» «Успех Га-групп сегодня — это результат моей способности использовать возможности, а вы только и можете почивать на лаврах!» «Неудивительно, что время вас обогнало!» «И кого вам винить, кроме самих себя?» «Позвольте мне кое-что сказать!» «Как бы то ни было, мы — авторитетная группа!» «Кто в деловом мире не слышал о нас?» «Как ты смеешь использовать Гау-групп, чтобы оказывать на нас давление?» «Ты недостоин, а почему я недостоин?» «Это я помог Гау-групп пережить кризис три года назад!» «Я в одиночку сделал Гау-групп самой дорогой компании в стране!» «Кто смеет сказать, что я, Гау Цзюань, некомпетентен?» «Я имею полное право оказывать на вас давление!» «Что ж, если ни у кого больше нет возражений, давайте посмотрим меню!» «Официант!» «О, тушеная свинина!» «Яичница с помидорами!» «Суп из карася!» «Это слишком убого!» «Точно!» «Председатель Джеймс — человек статусный!» «Председатель Всемирной торговой палаты!» «И ты подаешь ему это!» «Тебе не стыдно?» «Только что был чай, золотые почки, а теперь яичница с помидорами!» «Похоже, Гау-групп — это просто красивая обертка, а внутри дешевые и скупые!» «Не перегибай палку!» «С каких пор собаки вмешиваются в разговоры хозяев!» «Ты!» «Это еда!» «Мы не осмелимся — это есть!» «Вы слышали?» «Гендиректор ГУ признал свою биологическую мать!» «Она уродливая и бедная!» «Говорят, она еще и неграмотная!» «Яблоко от яблони недалеко падает!» «Пусть он и одевается с иголочки, но в глубине души он все тот же скряга!» «Ты кто такая, страшилище?» «О боже!» «Все сюда, посмотрите, это та самая страшная мамаша гендиректора ГУ!» «Она и правда такая страшная!» «Я тебя опять позорю, Лейлей!» «Тетя, вы же мама гендиректора ГУ!» «Нет-нет, что вы!» «Как я могу быть его матерью?» «Я просто...» «Мама!» «Мама!» «Лейлей, не признавай меня!» «Ты будешь опозорен!» «Здесь нечего стыдиться!» «Ты моя мама!» «Почему я не могу тебя признать?» «Позвольте представить, это моя мама, которую я только что признал!» «Это моя биологическая мать, госпожа Хуа Гуэлань!» «Госпожа Хуа Гуэлань, значит...» «Посмотрите-ка, эти лица!» «А ведь похожи!» «Господа, я знаю, что я уродлива!» «Хотите смеяться, смейтесь надо мной!» «Мой сын здесь ни при чем!» «Мама!» «Вам никогда не сравнится со мной или с Гоу Групп!» «Все, на что вы способны, это трепать языками!» «Одно только меню, которым ты собираешься угощать Джеймса, гарантирует нам победу!» «Этот многомиллиардный проект наш!» «Кто-нибудь, принесите подарки!» «Этот скипетр жуй из нефрита, для господина Джеймса!» «А это моя светящаяся жемчужина!» «А это моя антикварная ваза!» «Каждый наш подарок стоит целое состояние!» «Жди и смотри, как ты опозоришься со своей дешевой стряпней!» «Лели, что-то не так с меню!» «Может, я зря это предложил!» «Прости, я опозорил тебя!» «Мама, все хорошо, поверь мне!» «Господин Джеймс прибыл!» «Извините за опоздание!» «О, господин Джеймс, добро пожаловать в Китай!» «Здравствуйте, господин Джеймс!» «Здравствуйте!» «Я не буду позорить Лелия в такой важный момент!» «Лелей, я пойду на кухню, посмотрю, как там дела!» «Будь осторожен!» «Здравствуйте, господин Гэу!» «Добро пожаловать в Китай!» «Не стоит благодарности!» «Подавайте еду!» «Господин Джеймс!» «Вы знаете, что вам подадут на обед сегодня?» «Нет!» «Но я с нетерпением жду этого!» «Господин Джеймс, советую вам не обольщаться!» «Эта еда слишком скромная, чтобы подавать ее вам!» «Это любой дурак может приготовить!» «Господин Гэу!» «Это уже слишком!» «Вы невероятно скупы!» «Господин Джеймс к вам пожаловал!» «А вы!» «Что ж!» «Давайте посмотрим!» «Господин Джеймс, похоже, не в духе!» «Гэу Цзюаню конец!» «Мало того, что он сам себя опозорил, так еще и всех нас подставил!» «Господин Джеймс!» «По одним только этим блюдам можно судить!» «Что Гэу Гру подносится к вам без должного уважения!» «Господин Джеймс, прошу прощения!» «Кто-нибудь, уберите эту еду!» «Мистер Джеймс, это небольшой подарок, который мы для вас приготовили!» «Бросите принять!» «Я не могу это принять!» «Это слишком дорого!» «Мама!» «Не подходи сюда с таким страшным видом!» «И еще несешь тарелку со свининой не стыдно!» «Ты!» «Что, ты!» «Скорее прогони отсюда свою страшную мамашу!» «Ты тоже!» «Забирай ее и уходите!» «Слышал, корпорация ГУ разоряется!» «Даже его мать вынуждена работать официанткой!» «Лэй-лей, может, маме лучше уйти?» «Мэм!» «Мэм, это правда вы?» «Не ожидал увидеть вас здесь!» «Мэм, вы меня помните?» «Вы тот самый иностранец рынка!» «Да, да, да!» «Ух ты!» «Как я рад!» «Что вы меня помните?» «У вас получилось свинина по-китайски!» «Не получилось!» «Восточная кухня поистине обширна и глубока!» «Вот, попробуйте мою свинину по-китайски!» «Это все вы сами приготовили?» «Да, мистер Джеймс!» «Все это приготовила моя мама!» «Для меня мамина домашняя еда – самая вкусная в мире!» «Вкуснотища!» «Вы замечательно готовите!» «Садитесь с нами и поешьте!» «Садитесь, садитесь, садитесь!» «Если вам нравится, ешьте больше!» «Мистер Джеймс!» «В Китае много деликатесов!» «Это всего лишь простая домашняя еда!» «Ничего особенного!» «Я знаю, что китайских блюд очень много!» «Но мне очень понравилась эта домашняя еда!» «Она согревает меня изнутри, как будто я дома!» «Мэм, огромное спасибо, что исполнили мое желание!» «Вы позволили мне попробовать такую вкусную домашнюю еду?» «Нет, нет, нет, мистер Джеймс!» «Еда этой уродины грязная!» «Не ешьте это!» «Не ешьте!» «Хватит!» «Я все видел!» «Вы издевались над господином Гэу и его матерью по соседству!» «Вы пользуетесь своей властью, чтобы издеваться над другими!» «Я презираю это!» «Что?» «Так!» «Вы!» «Вы все это время за нами наблюдали!» «Именно так!» «На этот раз я привез заказ на миллиарды долларов!» «Это очень важно для меня!» «Вот оно что!» «Неудивительно, что ты никак не реагировал, когда мы тебя прессовали!» «Ты никак не реагировал!» «Ты нас подставил!» «Вы просто показали свое истинное лицо!» «Вот и все!» «Господин Гэу, вы, оказывается, мастер маскировки!» «Мистер Джеймс, мы не можем потерять этот заказ!» «Иначе наши компании обанкротятся!» «Я выбираю только партнеров с безупречной репутацией!» «Но мы!» «Нас тоже обманул этот Гэу!» «Но вы ведь действительно издевались над этой милой женщиной!» «Разве у вас в Китае не говорят, не судите о книге по обложке!» «Но вы смеялись над ее внешностью!» «Я очень разочарован!» «Я считаю, что в нашей палате не нужны такие лицемеры, как вы!» «С сегодняшнего дня вы трое исключены!» «Нет, это...» «Мистер Джеймс!» «Нет, мистер Джеймс!» «Мы были неправы!» «Мы были неправы!» «Извиняться должен не я!» «А господин Гэу и его замечательная мама!» «Мадам, простите нас!» «Эм, мадам, мы знаем, что были неправы!» «Ты-ты не можешь позволить им нас исключить!» «Нам конец, если нас исключат!» «Нас нельзя исключать!» «Джеймс!» «Может, все-таки простишь их на этот раз!» «У нас есть еще одна поговорка, исправиться никогда не поздно!» «Думаю, они поняли свою ошибку!» «Мэм, у вас слишком доброе сердце!» «Ладно, ради вас я их не буду исключать!» «Но в этой сделке им не участвовать!» «На этот раз я выбираю только корпорацию ГЭУ!» «Спасибо, вы слишком добры, мадам, у вас золотое сердце!» «Золотое сердце!» «Что?» «Так, вы, вы все это время за нами наблюдали!» «Именно так!» «На этот раз я привез заказ на миллиарды долларов!» «Это очень важно для меня!» «Вот оно что!» «Неудивительно, что ты никак не реагировал, когда мы тебя прессовали!» «Ты нас подставил!» «Вот вы и показали свое истинное лицо!» «ГЭУ, ты хорошо скрывал свою истинную сущность!» «Мистер Джеймс, мы не можем позволить себе потерять этот контракт!» «Иначе наша компания обанкротится!» «Я выбираю только партнеров с безупречной репутацией!» «Но мы!» «Мы тоже жертвы ГЭУ!» «Но то, как вы издевались над этой женщиной, правда!» «Разве у вас в Китае нет поговорки, не судите книгу по обложке!» «Но то, как вы насмехались над ее внешностью, меня очень разочаровало!» «Я не думаю, что нашей палате нужны такие лицемеры, как вы!» «С сегодняшнего дня вы трое исключены!» «Нет, это мистер Джеймс, нет, мистер Джеймс, мы были неправы, мы были неправы, извиняться должен не я!» «Это должен быть господин ГЭУ и его прекрасная мама!» «Мадам, простите, эммы мадам, мы знаем, что были неправы!» «Ты-ты не можешь позволить им исключить нас! Если нас исключат, нам конец, нас нельзя исключать!» «Джеймс, может, на этот раз простишь их?» «У нас есть еще одна поговорка, нет ничего лучше, чем признать свои ошибки и исправиться!» «Думаю, они усвоили урок!» «Сестра, ты слишком добра!» «Ради тебя я не буду их исключать!» «Но в этом сотрудничестве им места нет!» «На этот раз я выбираю ГАГРУП и только ГАГРУП!» «Спасибо, мадам, вы слишком добры! У вас сердце бодхисаттвы!» «Сердце бодхисаттвы!» «Кто тебе позволил ставить здесь ведро?» «И, извините, я просто хотела помыть половину!» «Если моешь пол, убирайся с дороги!» «Я каждую минуту заключаю многомиллионные сделки!» «А ты оставляешь свое ведро валяться где попало!» «А если бы я споткнулась и упала?» «Ты вообще можешь себе позволить компенсировать мне это, уборщица!» «Простите, я буду осторожнее в следующий раз!» «Извинения помогут?» «А если бы я споткнулась о твое ведро, и потеряла работу?» «Как бы ты объяснила это господину ГУ?» «Именно, директор, самый доверенный человек господина ГУ!» «Если бы я споткнулась, упала и это повлияло бы на мою работу!» «Как бы ты, простая уборщица, объяснила это господину ГУ?» «Ничего страшного, я могу объяснить это господину ГУ за вас!» «Не переоценивай свои силы!» «Ты объяснишь господину ГУ от моего имени!» «Тетя, ты, наверное, ошибаешься!» «Даже мы не всегда можем увидеться с господином ГУ!» «Я знаю, что он очень занят, но я могу с ним встретиться!» «Если вам нужно что-то ему передать, я могу это сделать!» «Хватит, ты что, спишь?» «Такая, как ты, будет разговаривать с господином ГУ!» «Что это у тебя на лице?» «Какая мерзость!» «Простите, я не хотела вас пугать!» «Это просто родимое пятно, с которым я родилась!» «Выглядит грязно!» «Иди продезинфицируй её!» «Пожалуйста, не брызгайте!» «Какая грязь!» «Не брызгайте!» «Ладно, ладно!» «Как тебя зовут?» «Тётя!» «Меня зовут!» «Давай я тебе имя придумаю!» «Тётя!» «С этого момента твоё имя, уродка!» «Уродка, тётя!» «Как забавно!» «Уродка!» «Я-я не понимаю, что такое, А-Г-Л-А-И!» «Меня зовут Хуа-Гу-Л-Ань!» «Тётя!» «Уродка, это имя, которое мы тебе дали!» «Девушка, мне не очень нравится это имя!» «Твоё собственное имя, меня не волнует, нравится тебе это или нет!» «Это честь для тебя, что я дарую тебе имя!» «Это честь для тебя, что я дарую тебе имя!» «Тётя, наш директор дал тебе английское имя!» «И что это значит?» «Это значит, отвратительное уродливое чудовище!» «Девушка, если я вас чем-то обидела!» «Я могу извиниться!» «Не называйте меня «девушкой!» «Называйте меня «директор!»» «Хорошо, директор!» «Встань на колени и извинись!» «Я чуть не споткнулась от твоё ведро!» «На колени!» «Как-никак я старше тебя!» «Вставать перед тобой на колени это уже слишком, не находишь!» «В этом мире уважение определяется не возрастом!» «Оно зависит от статуса, не так ли?» «Верно!» «Теперь я директор!» «Ты всего лишь уборщица, так что должна передо мной на колени встать!» «Ты ошибаешься, девушка!» «Всегда есть кто-то лучше!» «Не смотри на других свысока!» «Ты!» «Посмотри на эту огромную лужу грязной воды!» «Ты испачкала мои туфли!» «Ты знаешь, насколько дорогие у меня туфли!» «Ты не сможешь себе позволить заплатить за них даже годовой зарплатой!» «Ты сама наступила в воду!» «Что ты сказала?» «Это ты поставила ведро сюда!» «Тогда позволь мне вытереть их для тебя!» «Ты с ума сошла!» «Ты действительно используешь такую грязную тряпку, чтобы коснуться моих туфель!» «Я только что взяла эту тряпку, она чистая!» «Даже если она чистая, это все равно тряпка, как и ты, грязная!» «Противно даже смотреть!» «Тетенька!» «Неужели никто никогда не смотрел на твое лицо как следует?» «Такая уродливая, такая грязная!» «Почему бы тебе просто не сидеть дома и не вызывать у людей отвращение?» «Девушка, я уже извинилась перед тобой!» «Зачем ты меня оскорбляешь?» «Шутка!» «Ты даже не достойна извиняться, даже если встанешь на колени и сто раз поклонишься мне!» «Все люди равны!» «Зачем ты смотришь на других свысока?» «Равны?» «Моя месячная зарплата!» «Это твоя зарплата за целый год бережливой жизни!» «Один мой прием пищи — это твои расходы на проживание за три месяца!» «Ты годишься только на то, чтобы еле сводить концы с концами!» «А я наслаждаюсь всем!» «Не смей проецировать свою бедность на меня!» «Я намного благороднее тебя!» «Я — доверенное лицо директора ГУ!» «Я собираюсь подняться по социальной лестнице!» «Как ты смеешь, простая уборщица, сравнивать себя со мной!» «Знаете, наш директор может быть, я даже стану госпожой ГУ когда-нибудь!» «Слышала?» «Я не такая, как ты!» «О, директор, директор!» «Что случилось?» «Вся аллей, твоя подчиненная чуть не уронила меня!» «Что это за отдел уборки у тебя здесь?» «Извини, я с ней строго разберусь!» «Ты не можешь справиться even with these few people!» «Гэу Корп!» «Тебе не платят, ты нанимаешь кого попало!» «И такая уродина вдобавок!» «Прости, прости, я сейчас же с ней разберусь!» «Как тебя зовут?» «Почему я тебя раньше не видела?» «Меня зовут Хуагуйлань!» «Хуагуйлань!» «Какая Хуагуйлань?» «Хуагуйлань!» «Хуагуйлань!» «Неужели ты?» «Неужели ты?» «Что?» «Директор, в нашем отделе уборки нет никого по имени Хуагуйлань!» «Скажи мне, кто ты такая и как ты сюда попала?» «Я здесь, чтобы присутствовать на праздничном банкете со своим сыном!» «Праздничный банкет!» «Праздничный банкет Гоукорп!» «Это то, на что может попасть такая уборщица, как ты?» «Кто твой сын?» «Как его зовут?» «Позови его сюда!» «Он сейчас занят, это неудобно!» «Скажи, как зовут твоего сына?» «Пренебрегая правилами и распорядком компании, я добьюсь, чтобы отдел кадров его уволил!» «О, забудь!» «Она такая уродина!» «Ее сын, должно быть, тоже урод!» «Приведи его сюда, покажи нам, мы же умрем со смеху!» «Эй, этот сын уборщицы, не говорите мне, что он охранник!» «Лао Джан, Лао Джан!» «Здесь!» «Директор, вы меня звали?» «Посмотри, эта женщина, твоя мать!» «Ой, кто эта уродина?» «Да как у меня может быть такая уродливая мать?» «Давай, послушайте его!» «Даже охранник не хочет быть твоим сыном!» «Как ты можешь так говорить?» «А что не так с тем, как я говорю?» «Я думаю, у тебя вообще нет сына!» «Ты — корпоративный шпион, который проник сюда, переодетая уборщицей, чтобы украсть секреты компании, как и ожидалось от директора!» «Наша Гоу Корп, только что получила миллиардный заказ от Глобальной торговой палаты!» «И ты поймала корпоративного шпиона!» «Нет, нет, нет! Я действительно не красть сюда пришла, у тебя нет доказательств!» «Разденься до гола и дай нам посмотреть!» «Посмотрим, не украла ли ты что-нибудь, верно, раздевайся!» «Давайте посмотрим, не спрятала ли эта старуха какие-нибудь документы в своей одежде!» «Раздевайся, Лао Джан!» «Да, иди, раздень ее до гола и дай ей хорошенько!» «Есть!» «Вот же мне не повезло, мне приходится трогать такую уродливую старуху, как ты!» «Давай же!» «Нет, нет, нет!» «Не хочешь, чтобы тебя обыскивали?» «Хорошо, тогда позови своего сына, пусть он за тебя поручится!» «Давай, зови его!» «Как его зовут?» «Говори!» «Моего сына зовут Ши Лаи!» «Ши Лаи!» «Это имя звучит так, будто оно принадлежит человеку низшего класса!» «Ши Лаи!» «Это Гау Цзюань!» «Это становится все более нелепо!» «Все более и более нелепо!» «Старуха, даже если ты боишься обыска, ты не можешь просто так врать!» «Как господин Гау может быть сыном уборщицы?» «Как ты, ты такая уродливая!» «Как ты можешь быть его достойна?» «Мой сын действительно Гау Цзюань!» «Хватит!» «Я уверена, ты воровка!» «Ты просто пытаешься выкрутиться, говоря, что господин Гау твой сын, охрана!» «Раздевайте ее!» «Лучше до гола!» «Я поймаю эту воровку для господина Гау!» «Есть!» «Раздевайся давай, живо!» «Нет!» «Это уже слишком!» «Такую пожилую женщину так обижать!» «Кто это за нее заступается, выходи сюда и сам ее раздень!» «Видите?» «Стоит мне только приказать, и никто тебя не спасет!» «Если ты сегодня не сможешь ее раздеть, тебе конец!» «Ну и ну!» «Давай же, быстрее!» «Отпусти меня!» «Прекратите!» «Кто это?» «Не лезь не свое дело!» «Это я, Шелэй!» «Немедленно отпустите ее!» «Мама!» «Прости меня, мама, я опоздал!» «Повернись и посмотри на меня!» «Куда делась вся твоя наглость?» «Господин ГУ, я просто пытался защитить имидж компании!» «Разве корпорация ГУ учила тебя злоупотреблять своей властью?» «Ты все время называешь других людей, низшим классом!» «А ты чем лучше?» «Ты думаешь, что раз у тебя высокая должность, и ты много зарабатываешь, то ты лучше всех остальных!» «Тогда позволь мне кое-что тебе сказать!» «Этот банкет устраивается в честь моей матери!» «Потому что она только что получила для корпорации ГУ заказ на миллиарды долларов!» «Как это возможно?» «Как она это сделала?» «С искренностью и уважением!» «Качества, которых тебе явно не хватает!» «Ты уволен, начиная с сегодняшнего дня!» «Я позабочусь о том, чтобы тебя внесли в черный список всей отрасли!» «Такой мерзкий человек, как ты, больше никогда не найдет хорошей работы!» «Господин ГУ, я проработал в корпорации ГУ больше десяти лет!» «Даже если я не совершил никаких великих подвигов, я, по крайней мере, старался!» «Я терпел тебя только потому, что ты старый работник!» «Но я и представить себе не мог, что ты станешь еще хуже!» «Обирайся отсюда немедленно!» «Не заставляй меня сделать с тобой то же, что ты сделал с моей мамой!» «Господин ГУ, пожалуйста, выслушайте меня!» «Дайте мне еще один шанс!» «Кто-нибудь, вышвырните его!» «Нет, нет, господин ГУ, господин ГУ, пожалуйста, выслушайте меня!» «Господин ГУ, я умоляю вас, дайте мне еще один шанс!» «Умоляю вас, господин ГУ!» «Я наказываю ее не только потому, что она обидела мою мать!» Но потому что я никогда не позволю, человеку, который попирает человеческое достоинство других, оставаться в нашей корпорации ГУ. Я надеюсь, вы все это запомните, даже если у вас есть респектабельная, высокооплачиваемая работа. Это не значит, что вы лучше всех остальных. Если кто-то из вас повторит ее ошибку, это будет ваша участь. Да, господин ГУ. Что касается остальных. Лэй-Лэй. Мама. Наверное, они не специально. Дайте им еще один шанс. Вы все понижены в должности. Убирайтесь. Спасибо, господин ГУ. Спасибо, мэм. Тетя Хуа. Мы извиняемся за то, что произошло ранее. Простите нас. Ничего страшного. Ничего страшного. Вставайте, пожалуйста. Тетя Хуа. Нам не следовало издеваться над вами вместе с директором. Мы были глупы и злобны. Ничего страшного. Я знаю, что в глубине души вы все хорошие люди. Итак, давайте еще раз поблагодарим. Виновницу торжества, мою мать, госпожу Хуа Гуйлань. Мама, возьми эту карту. Купи себе что-нибудь приятное. Нет, я не умею им пользоваться. Ты забери его. Ассистент Джан, сходи и принеси немного наличных. Ся, Джан, правда, не нужно. Не ходи. Мама, я собираюсь купить тебе виллу в городе. Посмотри, понравится ли тебе что-нибудь. Люди покупают дома для своих жен, а не для матерей. Мама, ты так много для нас делала. Ты заслуживаешь всего этого. Вот, посмотри. Неважно, насколько дорого, просто посмотри. Лей-Лей. Я все-таки хочу вернуться и жить в деревне Цветущий Персик. Тогда я выкуплю старый дом для тебя. Синь-Синь сказал, что выкупит его. Мы должны ему верить, иначе он снова будет много думать. Через несколько дней я хочу вернуться в деревню и осмотреться. Тогда я попрошу водителя отвезти тебя. И, пожалуйста, купи немного подарков для жителей деревни от моего имени. Смотри, какая классная машина. Ты вернулась? Хуа Гуйлань. Это ты? Разве это не Гуйлань? Я подумал, что это какая-то важная персона. Неужели это ты? Наверное, в городе ты наслаждаешься жизнью. Ой, Гуйлань. Все-таки твой Ши-Синь такой заботливый и способный молодой человек. Смотри-ка, ездишь на такой хорошей машине. Это машина Лей-Лея. Лей-Лей. Ши-Лей. Лей-Лей жив. Мы с ним воссоединились. Это замечательно. Ваш Лей-Лей действительно счастливчик, раз выжил после такой трагедии. Именно. Мадам, как нам поступить со всеми этими подарками? Я планировала развести их по домам. Ну, раз уж все здесь, давайте просто разделим их здесь. Ой, ты уже вернулась. Ой, ты слишком любезна. Правда? Ой, спасибо. Спасибо, спасибо, ни за что. Спасибо вам всем за то, что заботились о моей семье все эти годы. Спасибо. А где Мадзюань? Ее муж умер. Он работал на стройке, измученный. И по дороге домой попал в аварию и погиб. Дзюань, мои соболезнования. Сестра Гуйлань, почему моя жизнь такая несчастная? Дзюань. Я принесла тебе подарок. Ты всегда завидовала тому, как хорошо пахнут городские жители. Я купила тебе флакон духов. Теперь тебе не придется никому завидовать. Спасибо, сестра Гуйлань. Дзюань, сынок мой. Мама Дзюань, у тебя и так ноги больные, нужно беречь здоровье. Если вам что-нибудь понадобится в будущем, просто скажите мне. Гуйлань. Это очень мило с твоей стороны. Во всем виновата это Га-групп. Проклятый Гаудзюань. Это он убил моего мужа. Что? Что? Мой дочь Жуан за все эти годы ни разу не попадал в аварию. Но как только он начал работать на стройке Га-групп, его не стало. Но я слышала, что он погиб в аварии по дороге домой. Во всем виновата Га-групп. Виноват Гаудзюань. Не может быть, Дзюань. Ты, наверное, ошибаешься, сестра Гуйлань. Ты чего? Что с тобой? Мой муж умер, а ты защищаешь этого убийцу. Мой Лэй-Лэй не может быть убийцей. Лэй-Лэй. Что значит, Лэй-Лэй? Лэй-Лэй не умер тогда. Его удочерила семья Гэ-у. Лэй-Лэй, это Гэ-у-Дзюань. Это как такое возможно? Дзюань, успокойся. Все не так, как ты думаешь. Убирайся, убирайся отсюда. Убирайся отсюда, мать убийцы. Вон. Убирайся, мать убийцы. Что происходит? Лэй-Лэй, это Гэ-у-Дзюань, генеральный директор Га-групп. Дзюань, мой сын не убийца. Не смей его клеветать. Мой муж умер. Ты думаешь, я это выдумала? Я знаю, тебе трудно это принять, но я верю, что Лэй-Лэй – неплохой человек. Он бы не убил твоего мужа. Кто может сказать наверняка? Богатые люди всегда смотрят на нас свысока. Да, это же плохое семя, которое ты родила. Конечно, ты будешь его защищать. Нет, не говори ерунды. Хуа-Гуи-Лань. Ты была не такой раньше. Как ты могла так измениться, приехав в город? Я знаю, что я необразованная. Но я знаю, что правильно, а что нет. И я знаю, что вижу своими глазами. Да. Это твой сын, конечно, ты будешь на его стороне. Но он убил моего мужа. Я попрошу Лэй-Лэя все тщательно расследовать. Расследовать что? Человек уже мертв. Ты хочешь снять с себя ответственность? Я знаю, это большой удар для тебя. Но мы не можем обвинять кого-то несправедливо. Несправедливо обвинять. Несправедливо обвинять. А ну-ка иди сюда. Все, смотрите. Это Хуа-Гуи-Лань, сын убийцы. Она его защищает, издевается над людьми. Успокойся. Мой сын никого не убивал. Моего мужа убили вы. А вы в городе живете припеваючи. Есть ли на этом свете справедливость? Есть ли на этом свете справедливость? Нет, я этого не делала. Это была не я. Ма Дзюань. Как ты можешь такое говорить? Дзюань, ты должна добиться справедливости для своего мужа. Да, как же ты и твоя свекровь? Как вы будете жить дальше? Что же мне теперь делать? Что же мне теперь делать? Я поговорю с Лэй-Лэем. Все будет решено. Поверь мне. Я тебе не верю. Не ты, не твой сын, не хорошие люди. Я тебя убью. Я тебя убью. Ма Дзюань, что ты делаешь? Ты с ума сошла? Убийство – это преступление, караемое смертью. Верно, жизнь за жизнь. Вся ваша семья заплатит за жизнь моего мужа. Дзюань. Ма Дзюань. Ты с ума сошла? Все знают, каким человеком была Гуйлань все эти годы, с какой стати ей платить жизнью. Вы все получали от нее выгоду, не так ли? Значит, теперь вы будете ее сообщниками, так? Гуйлань всегда была добра к тебе, а ты платишь ей черной неблагодарностью. Совесть совсем потеряла. Да, мою совесть съела собака. Нет, я думаю, это вашу совесть съела собака. Вы собираетесь защищать этого убийцу? Дзюань. Не смей называть меня Дзюань, ты этого недостойна. Отпустите, Дзюань. Ма Дзюань, Ма Дзюань. Вспомни ту зиму, когда твой сын тяжело заболел. Разве не Гуйлань отдала все свои сбережения, чтобы помочь тебе, а когда твой сын умер, разве не Гуйлань была с тобой всю ночь, помогая организовать похороны? Я знаю. Я все знаю. Она мне очень помогла. Но, но ее сын убил моего мужа. Дзюань. Я скажу Лэй-Лэю, чтобы он провел расследование. Все будет решено, поверь мне. Ладно. В будущем я не буду тебя больше беспокоить. Но ты тоже не вмешивайся в мои дела. Убирайтесь, все вон отсюда. Я заставлю вас заплатить кровью. Мама Дэчжуана, где Дзюань? Она. Она вышла с портретом Дэчжуана на руках. Я спросил ее, куда она идет, она сказала, идти собирать долги. Собирать долги. Гуйлань. Ты должна остановить Дзюань. Не дай ей сделать глупость. Она у меня одна осталась. Хорошо. Есть новости от моего брата. Устроился на работу в торговую компанию. Говорят, в прошлом месяце он очень хорошо работал. Победитель по продажам, заработал много денег. Это все результат его упорного труда. Похоже, он действительно изменился. Да. Думаю, если бы госпожа знала, она бы тоже очень обрадовалась. Да. Надеюсь, что в будущем наша семья будет такой же счастливой. Гэудзюань. Ты убил моего мужа. Верни его мне. Ты. Гэудзюань. Я жена Ванда Чжуана, человека, которого ты убил. Что происходит? Кто-то умер. Самый богатый человек убил кого-то. Это же сенсация. Эй. Эй. Не снимайте. Это клевета. Прекратите съемку. Это он. Гэудзюань. Он убил моего мужа. Ванда Чжуана. Ванда Чжуан. Господин Гэу. Это та самая женщина, которая постоянно устраивает скандалы на стройке. Ее муж был рабочим мигрантом на стройке. Он попал в аварию по дороге домой, но это не подпадает под производственную травму. Ты врешь. Вы, убийцы, пытаетесь извратить правду. Хватит. Компания уже выплатила вам 50 тысяч юаней в качестве гуманитарной помощи. Чего вы еще хотите? 50 тысяч юаней. Неужели 50 тысяч юаней стоят человеческой жизни? У вас совесть есть. Нет. Отпустите. Все. Смотрите внимательно. Это этот Гаудзюань, этот бессердечный ублюдок. Он заставил моего мужа работать сверхурочно, и он умер. Мой муж погиб при исполнении служебных обязанностей. Капиталисты действительно бессердечны. Платите. 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 Быстрее. Выкладывайте в интернет. И это самый богатый человек в стране. Позор. Прекратите съемку. Точно. Что такое? Боишься? Да. Боишься огласки? Пытаетесь заставить всех замолчать? Разве есть на свете справедливость? Хватит. Уберите ее отсюда. Гаудзюань. Я буду бороться с тобой до смерти. Уходите. Быстро. Отпусти меня. Стой. Отпусти меня. Гаудзюань. Стой. Вы не хотите признавать. Да? Хорошо. Я сегодня умру здесь. Перед зданием вашей Гаугру. Все узнают, что это вы, Гаугру и Гаудзюань, довели человека до смерти. Быстрее. Не дайте ей сделать глупость. Не подходите, не подходите, сестра, сестра, успокойтесь, подумайте о своей семье. Семья. Моего мужа убил этот Гаудзюань. У меня больше нет семьи. Что ты делаешь? Отпусти меня, отпусти меня. Ладно, не трогайте ее. Отпустите ее. Отпустите ее. Уходи. На каком основании я должна уходить? До Чжуана больше нет. Мне все равно не жить. Я не против прихватить кого-нибудь с собой. Сестра, не надо горячиться. Вы хотите компенсацию, верно? Я дам вам 10 миллионов, хорошо? 10 миллионов? Неужели 10 миллионов могут вернуть жизнь до Чжуана? Могут. Он уже мертв. Он мертв. Простите. Я знаю, никакие деньги не вернут человека к жизни. Но вы еще живы. Вам еще предстоит жить хорошей жизнью. Эти деньги также могут помочь вам жить лучше. Моя мама всегда говорила, что в жизни нет непреодолимых преград. Вам еще нужно хорошо жить. Вам всего лишь около 40. Не будьте импульсивны. Давай, дай мне нож, сорок. До Чжуан говорил мне, что через два года выйдет на пенсию. Он говорил, что отвезет меня в город, купит красивую одежду и вкусную еду. Ваш муж не хотел бы видеть вас такой. Вы все еще можете жить хорошей жизнью. Хорошая жизнь. Какой хороший день. До Чжуана больше нет, и моей хорошей жизни тоже нет. В чем смысл жить? В чем смысл моей жизни? Как ты можешь вот так просто предложить 10 миллионов? Как ты можешь просто жить хорошей жизнью? А мы вынуждены влачить жалкое существование. Гэудзи Юань, я убью тебя. Я убью тебя. Мама. Хуа Гуйлань, отпусти. Нет, если ты хочешь убить, убей меня. Пусть я заплачу своей жизнью. Сестра Гуйлань, что ты делаешь? Лэй-Лэй, ты в порядке? Мама, я в порядке. Я ее знаю. Дзюань, успокойся. Опусти нож. Почему вы, мать и сын, воссоединились, а я потеряла мужа? Почему? Это несправедливо. Дзюань, ты знаешь. Я 20 лет искала Лэй-Лэя. Я не могу его потерять. Если ты решила обвинять его, то я возьму вину на себя. Сестра Гуйлань, это не твое дело. Дзюань, мне больно за тебя. Я понимаю, когда мой муж умер. Синь-Синь только научился ходить, а Лэй-Лэй еще был на грудном вскармливании. Я тогда едва могла себе позволить есть. Это ты и твой муж принесли мне мешок кукурузной муки. Помнишь? Дэчжуан был таким хорошим человеком. Он любил свою жену и был трудолюбивым. Дэчжуан. Он был таким хорошим человеком, почему же добрые люди не живут долго? Дзюань. Ты когда-нибудь слышала поговорку? Добрые люди не умирают молодыми, просто небеса дорожат ими. Поэтому забирает их пораньше, чтобы они могли наслаждаться благами в следующей жизни. Дэчжуан. Дэчжуан. Дзюань, не волнуйся. Дэчжуан. Он, наверное, сейчас болтает с моим мужем. Дэчжуан. Почему ты ушел один и оставил меня? Почему ты не взял меня с собой? Нет. Дзюань, не забывай, у тебя еще есть свекровь. Она – единственная родня дэчжуана. Ты действительно собираешься бросить ее? Дзюань. Дзюань. Мама. Дзюань. Мама. Дзюань. Дзюань. Мама. Ты не можешь делать глупостей. Мама. Мама. Дзюань. Это я тебя обременяю. Если ты больше не хочешь заботиться обо мне, ты можешь уйти в любой момент. Мне все равно недолго осталось жить. Но, умоляю, не делай глупостей. Живи хорошей жизнью, хорошо? Мама. Не говори так. Мама. Я не уйду, я не уйду. Мы будем жить хорошей жизнью вместе. Мы будем жить хорошей жизнью вместе. Хорошо. Мама. Дзюань. Дзюань. Пойдем домой. Домой. Пойдем, я отведу тебя домой. Расскажи мне все. Сестра Гуйлань. Мама. Идем. Осторожнее, мама. Сестра Гуйлань. Это единственная наша совместная фотография с Дэчжуаном. Дэчжуан сказал, что хочет отвезти меня в фотостудию. Чтобы сделать свадебную фотографию, как у городских жителей. Но я сказала ему, что мы уже старые. Зачем нам все это? Знала бы я, пошла бы с ним. Ну, и это одна неплоха. Смотри. Это всегда будете вы в молодости. Сестра Гуйлань. Скажи, разве мы не были глупы? Дэчжуан работал день и ночь. Надрывался, чтобы прокормить нашу семью. Но посмотри на наш дом. Это обветшалая лачуга. У нас ничего нет. Все, что я могла делать, это ждать его возвращения домой каждую ночь со свекровью, считая часы. Но я никогда не думала, я никогда не думала, что он умрет на дороге. Без него у меня больше нет надежды. Как нам дальше жить? Все пройдет. Те, кто из нас еще жив, мы можем только смотреть вперед. Сестра Гуйлань. Я действительно думала об этом. Думала о том, чтобы покончить с собой. Дзюань. Я понимаю. Когда мой муж, когда его не стало. Я была некрасивой, необразованной. С таким трудом вырастила ребенка. А потом Лей-Лей упал в воду, я тогда чуть не умерла. Мама. Но потом я подумала о Синь-Синь и вдруг проснулась. У меня есть Синь-Синь, о котором нужно заботиться. Я не могу умереть. Поэтому ты тоже не можешь умереть. У тебя есть свекровь, о которой нужно заботиться. Сестра Гуйлань. Почему, почему наши жизни такие трудные? Дзюань, ты не можешь так думать. Смотри, Лей-Лей теперь вернулся. Поэтому. Надежда есть только тогда, когда ты жив. Лей-Лей теперь такой способный. Он обязательно поможет нашим односельчанам. Но-но я только что устроила сцену у Шилея. Он мне поможет. Не волнуйся, Дзюань. Я обязательно воплачу тебе компенсацию, которую обещала. Я также найму профессиональную сиделку, чтобы ухаживать за твоей свекровью. И если тебе нужно, я могу также предложить тебе работу. Правда? Ты меня уирклич Верзехин. Тетя Дзюань. Помнишь, когда я был маленьким, я пришел домой без ключей и сидел у двери, плакал. Ты отвела меня домой и сварила мне лапшу. Поэтому, тетя Дзюань, как я могу винить тебя? Лей-Лей. Лей-Лей. Прости. Это я должна просить прощения. Не надо было мне продавать этот дом. Здесь хранятся все воспоминания нашей семьи. Тогда ты только родился. Мы с твоим отцом и жителями деревни построили этот дом вместе. Дом был достроен как раз к твоему рождению. Подумать только, я прожила здесь целых 10 лет. Мама. Ты должна верить в своего брата. Разве он не говорил, что выкупит дом обратно? Мы верим в Синь-Синь. Если у твоего брата не хватит денег, то есть еще я. Я обязательно помогу тебе сохранить этот дом. Эй, эй, эй. Кто вы такие? Быстро убирайтесь отсюда. Ты кто такой? Такой страшный. Повтори. Лей-Лей. Мы тут просто посмотреть. Вы не из деревни, не так ли? Я из агентства недвижимости в городе, показываю дом. Этот дом уже продан. Новый владелец. Скоро приедет, чтобы принять дом. Как такое возможно? Я же ясно помню, что продал дом Джао Цану из деревни. Дружище. Можно узнать, кому был продан дом. Это конфиденциальная информация о клиенте, я не могу ее разглашать. Да что ты пристал ко мне с расспросами? Такой страшный. Давай, проваливай отсюда, а то новый хозяин испугается. Ты? Что? Хочешь драться? Видно же, что денег нет. Не можешь себе позволить купить дом, вот и завидуешь чужому. Давай, проваливай отсюда, не трать мое время. Нищий. Веришь или нет, мы можем купить всю эту деревню, этот дом мы забираем. Как бы ты ни пыжился, но тут кто первый, того и тапки, верно? Вот придет хозяин, ты ему и расскажешь. Мама. Лей-Лаи. Синь-Синь. Дядя, это моя мама и мой брат. А! Вы-вы семья? Извините, извините, ничего страшного. Босс, вот ключи от дома. Тогда я пойду. Хорошо, спасибо, до свидания. Брат. Ты выкупил дом обратно. Сейчас я заплатил только половину суммы, остальное, это кредит. Но не волнуйтесь, я обязательно постепенно все воплачу. Откуда у тебя вдруг столько денег? Ты ничего плохого не сделал. Мам. Я уже не тот ши-синь, что раньше. Да как я мог заниматься какими-то кражами? Все это, результат моего упорного труда. Мам. Я могу подтвердить за брата. В последнее время он действительно усердно работает. Он не занимался никакими кражами. Мам. Я хотел сделать тебе сюрприз. Не ожидал, что ты придешь сама. В таком случае, я дам тебе ключ. Открой сама дверь. Мам. Этот дом Джао Цан купил его, надеясь заработать на сносе. Но у него в семье что-то случилось, и он в спешке продал дом. К счастью, я попросил агента заранее присмотреть за этим. Как только он появился на рынке, я сразу же его купил. Неудивительно. В доме ничего не тронуто. Да, мам. А это, новое свидетельство о праве собственности на дом. На этот раз здесь написано только одно имя. Хуа Гуилань. Лей-лей, это твоя любимая рыба. Спасибо, мама. Синь-синь, это твои любимые ребрышки. Спасибо, мама. На, брат. Я хочу, хочу, дай мне. Не дашь, съем тебя. Вы двое чего это устроили? Мама, он крадет мою рыбу. Да ладно тебе. Ешь рыбу. Ты тоже ешь ребрышки. Мама все это для вас двоих приготовила. Быстрее ешьте. Мама, ты тоже кушай. Мам, ты тоже поешь. Хорошо. Мам, ты чего плачешь? Старость не радость. Все время вспоминаю прошлое. Вспоминаю, как вы были маленькими. Вы были всего лишь. Вот такого роста. Не верится, что в мгновение ока. Вы так выросли. Тогда все говорили мне. Что я всего лишь женщина, страшная и необразованная. Что я не смогу вырастить двоих детей одна, но я им не поверила. Я решила им доказать, что они неправы. Кто бы мог подумать, что я потрачу на это полжизни. Мам. Ты так много работала. Ты так много работала, мам. Мама. Как она? Мама. Доктор, как моя мама? Все в порядке. С организмом пожилой женщины все в порядке. Просто давление немного повышено. Все остальное в норме. Нужно просто хорошо отдохнуть. Хорошо. Спасибо, доктор. Я попрошу своего помощника отвезти вас обратно позже. Хорошо. Сюда, доктор. Хорошо. Мам. Как ты себя сейчас чувствуешь? Разве доктор не сказал? С мамой все в порядке. Мам. Мы с братом отвезем тебя обратно в город позже. Лэй-Лэй, мама хочет остаться здесь. Когда я была в городе. Все казалось чужим каждый раз, когда я открывала глаза. Возвращение в этот старый дом дает ощущение дома. Мне намного спокойнее. Но мам, ты же будешь совсем одна. Лэй-Лэй, я думаю, пусть мама здесь поживет. Все-таки мама здесь прожила несколько десятков лет. Мы будем приезжать к ней время от времени. А если что-то случится, мы всегда сможем забрать ее в город. Хорошо. Лишь бы мама была счастлива. Умоляю тебя, ты не можешь снести мой дом. Проваливай, муж, ты в порядке. Как вы можете быть такими неразумными? Мы собираемся использовать эту землю под застройку. Тогда она будет стоить еще больше. Вы разве не понимаете, вы хотите снести мой дом? Вам придется переступить через мой труп. Остановитесь. Вы кто такие? Что вы делаете? Что за уродливое чудовище? Ты меня напугала. Говорю тебе, не лезь не свое дело. Убирайся. А ты кто такой? Как ты можешь быть таким жестоким? Гуй лань. Они собираются снести наши дома. Говорят, что это для какого-то проекта застройки. Верно? Эй, не болтайте ерунду. Дали вам деньги или нет? Дали вам деньги или нет? Если они дали вам деньги, это не насильственный снос. Кому нужны ваши деньги? Вы всучили нам эти деньги. Вы заставили нас их принять. Нам не нужны ваши деньги. Нам нужны наши дома. Верно? Вы двое, похоже, напрашиваетесь на драку. Эй, парень. Давайте поговорим спокойно. Все здесь прожили всю свою жизнь. Как можно просто так взять и снести наши дома? Я вам скажу. Наш босс положил глаз на эту землю. Считайте, что вам повезло. Не будьте наглыми. А кто ваш босс? Ли Вэй? Босс Ли? Именно, тот нувориш из соседней деревни. Это он. Уродливая тетка. Вон тот дом, твой. Да. Что такое? Говорю тебе, твой дом тоже под снос. Вот деньги. Дом наш. Мне не нужны ваши деньги. Мой синь-синь так усердно работал, чтобы выкупить этот дом. Вы его не снесете. О, Боже! Предупреждаю тебя, этот дом будет снесен, нравится тебе это или нет. Не испытывай судьбу. Вы вообще закон уважаете. Это же издевательство. Верно? Не болтайте ерунду. Деньги передаются из рук в руки. Это дело добровольное. Какое это имеет отношение к закону? Нет. И еще кое-что. Уродливая тетка, я предупреждаю тебя, убирайся отсюда в течение трех дней. Иначе мы вышвырнем тебя отсюда. Держи. А теперь уходи. Вот это бандиты. Босли, я уже предупредил их. Если они не съедут в течение трех дней, мы снесем их дома силой. Алло! Я уже купил ту землю в деревне Цветущий Персик. Когда ты познакомишь меня с Гаудзуанем? Я купил всю эту землю и организовал этот снос только для того, чтобы войти в доверие к Га-группу. Так что поторопись и организуй встречу. Сделай это немедленно. Идите вперед, сюда. Давай. Правильно, давай. Что вы делаете? Я не подписывала никакого соглашения. Вы не можете снести мой дом. Убирайся отсюда, старуха. Не обращайте на нее внимания, сносите. Если сегодня этот дом не будет снесен, я снесу тебя. Но она стоит на пути, я же не могу ее переехать. Дави ее. Посмотрим, боится ли она смерти. Слезай оттуда. Вы не можете снести мой дом. Тетя Лю, опасно. Вернись. Односельчане, у меня только этот дом. Если у меня не будет дома, как я, одинокая старушка, буду жить. Вернись. Вернись. Посмотрим, кто из нас крепче, ты или моя машина. Опасно. Опасно. Помогите тете Лю. Гуйлань, ты в порядке. Гуйлань. Поделом тебе за то, что пошла против меня. Гуйлань. Средь бела дня. Посмотрим, хватит ли у тебя смелости убить человека на глазах у всех этих свидетелей. Уродливое чудовище. Убирайся с дороги. Ты что, жить надоело? Если ты хочешь снести этот дом, то тебе придется переехать меня, Хуагуэлань. Не бойтесь, односельчане. Мы будем бороться до конца, если мы позволим ему снести дом тетелю сегодня. То они вернутся и по кусочку снесут всю деревню Таохуа. Верно? Нельзя сносить. Нельзя сносить. Нельзя сносить. Нельзя сносить. Заткнитесь. Кто посмеет мне помешать, я разрою могилы ваших предков. Бейте его, бейте его. Бейте его, бейте его, бейте его. Ну, погодите у меня, бей его. Ой. Гуйлань, что случилось? Гуйлань. Сестра Гуйлань. Сестра Гуйлань. Сестра Гуйлань. Ты в порядке? Все в порядке. Я повредила ногу. Этот ливей опять привел людей сносить наши дома. Что нам делать? Может, Гуйлань позовет своего сына? Он же теперь большая шишка, не так ли? Точно? Как я могла о нем забыть? Я ему сейчас же позвоню. Дзюань. Сестра Гуйлань. Не звонила Элею, я не хочу, чтобы он волновался. Сестра Гуйлань. Не упрямься. Он бы тоже не хотел видеть тебя в опасности. К тому же, ты сейчас ранена, он должен знать. Какой смысл ему звонить? Наши дома сносят из-за него. Что ты такое говоришь? Ничего, ничего. Они просто строят догадки. Это правда? Этот ливей, он пришел с Гоукорп, разрешением. Иначе бы их в деревню не пустили. Мы-то думали, Лей-Лей хочет нам, жителям деревни, какую-то выгоду выбить. А он, оказывается, хочет снести наши дома. Верно? Люди меняются, как только у них появляются деньги. Совести нет. Забыл свои корни. Лей-Лей бы такого не сделал. Это точно не он. Он бы мне обязательно сказал, если бы собирался сделать что-то настолько бессердечное. Конечно, он бы тебе не сказал. Этот дом его отец собственными руками построил. Именно. Это бесчеловечно? Какой неблагодарный. Не может быть, не может быть, не говорите ерунду. Вы клевещуете на Лей-Лея. Что ты хочешь этим сказать, Хуа-Гуй-Лань? Ты теперь еще и драться за своего сынка будешь. Это он бесчеловечный. Эй, перестаньте, перестаньте. Мы все односельчане, не надо так. Какие мы с вами односельчане? Мы, бедные деревенские жители. Нам не читай ей, городской штучки. Если она лишится этого дома, то может просто поехать жить на большую виллу в город. А нам, небось, придется спать на улице. Как ты можешь так говорить обо мне? Но это же правда, что я не так сказала. Эй! Слушайте сюда, те, кто внутри. Если хотите жить, выходите немедленно. Иначе я снесу этот дом вместе с вами. Кто первый выйдет, получит 50 тысяч юаней. Мы выходим. Пошли. Не уходите. Не уходите. Вот так-то лучше. А я-то думал, у вас стальные яйца. 50 тысяч юаней, и вы уже продались. Кто из вас пойдет, вытащит отсюда этого урода. Дам еще 50 тысяч. Что вы делаете? Гуйлань сломала ногу, защищая нас. Теперь наша очередь защищать ее. Вы взбунтовались? Я, Ливэй, работаю на Гау Корп. Вам лучше убраться с дороги. Это наша деревня. Здесь живут наши родные и близкие. Мы не пропустим вас, даже если нам придется умереть. Да. Не позволим. Ни за что. Прогоните его отсюда. Не позволим. Хорошо. 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 Посмотрим, как долго вы продержитесь. Нападайте. Вперед. Бейте его. Бейте. Сестра Гуйлань. Они не ушли. Они защищают нас. Гуйлань. Помедленнее. Осторожнее. Сестра Гуйлань. Нет. Я не могу позволить всем рисковать своими жизнями ради меня. Эй. Ты не можешь идти. У тебя же нога еще болит. Нет. Я не могу прятаться за спинами других. Ах. Сестра Гуйлань. Гуйлань права. Я с тобой. Ты рисковала своей жизнью ради моего дома. Я рискну своей ради тебя. Эй. Ты с ума сошла. Сестра Гуйлань. Ой-ой-ой. Алло. Лей-лей. Быстрее приезжай сюда. Твоя мама ногу повредила. И кто-то пытается снести ваш дом. Прекратите. Ну-ну-ну. Уродка. Ну и наглость. Смотрите хорошенько. Это Гоу-групп поручила мне сносить. Гоу-групп. Вы знаете, кто это? Это самая крупная компания в стране. Вам, ребята, лучше не связываться. Гоу-групп. Тогда зовите сюда их генерального директора. Я сам с ним поговорю. Старушка, ты себя кем возомнила? Генеральный директор Гоу-групп – самый богатый человек в стране. У него нет времени с тобой возиться. Даже мне приходится иметь дело с его подчиненными. Уйди с дороги. Тин, ты смеешь ее толкать? Ты знаешь, кто она такая? И кто же она? Да просто уродка. Это родная мать Гоу-групп. Гоу-групп Гоу-групп Гоу-групп. Я только что звонил Гоу-групп. Гоу-групп. Тебе конец, если посмеешь ее тронуть. Гоу-групп. Гоу-групп. И что же мне тогда делать? Если ты сейчас отзовешь команду по сносу, я за тебя замол. Тьфу! Ты думаешь, я на Мякине родился? Я все разузнал. У тебя два сына. Одного зовут Ши-синь, другого Ши-синь. Ши-синь – ничтожество. Ши-лей утонул 20 лет назад. Не пытайся меня обмануть. А ты не думала, что Шилей и есть Гауцзюань? Эта старуха с ума сошла? Фантазерка, возомнила себе, что самый богатый человек в стране, ее сын, братан, верно сказано. Старуха, если бы Гауцзюань действительно был твоим сыном, он бы не сносил наши дома. Ты, наверное, совсем выжила из ума. Остановитесь. Я тебе разрешал сносить. Я слово молвлю, а ты рот раззивил. Ты кто такой? Эта Гауцзюань, президент корпорации ГУ. Да ладно. Господин Гауцзюань никогда бы не сунулся в эту дыру. Неужели ты веришь, что это карга, мать господина Гау? Мама, что с тобой случилось? Лейли, скажи мне правду. Это ты их прислал сносить деревню? Как такое возможно? Это же и мой дом. Да ладно тебе, уродка, заставила своего сынка комедию ломать. Закрой свой рот. Этот человек еще и сказал, что хочет снести нашу деревню и построить винодельню. У него даже разрешение есть. Джан, держи его. Это же разрешение, подписанное самим господином Гау. Что здесь происходит? Господин Гау, я вспомнил. Действительно, раньше был такой контракт. Но вы его тогда не подписали. Тогда откуда взялось это разрешение? Конечно же, его подписал господин Гау. Помешайте сносу, который проводит корпорация Гау, и вам не сдобровать. Заткнись. Эй! Какая дерзость! Ты посмел порвать разрешение, подписанное господином Гау. Ты знаешь, кто я такой? Я ужинал с господином Гау. Ты ужинал с господином Гау? Тогда кто он? Тин, что это за тип такой? Зачем мне с ним знакомиться? Быстро отпустите меня. Когда люди из Га-групп приедут, вам конец. Да неужели? Посмотрим, кого ты сможешь позвать. Господин Гау, я нашел. Младшая сестра Ливея проходила стажировку в офисе нашего генерального директора в прошлом месяце. Она уже призналась, что подделала вашу подпись на договоре. Господин Гау, как вы хотите с этим поступить? Подать в суд на Ливея и его младшую сестру от имени Га-групп, а также взыскать с них гражданско-правовую ответственность и заставить их выплатить компенсацию жителям деревни. Купить всю эту деревню в течение 10 минут. Сделать ее частью Га-групп. Есть, сэр. Увести их. Господин Гау. Мама, присаживайтесь. Значит, это действительно не ты поручил Ливею снести деревню? Мама, я выросла здесь. Как я могу позволить кому-то разрушить это место? Односельчане. Это настоящий контракт Га-групп. Если все согласны, пожалуйста, подпишите его. Тогда все эти деньги будут вашими. Значит, Га-групп все равно хочет отобрать нашу деревню. Мы не подпишем. Верно. Мы не подпишем. Даже не думайте нас выгонять. Я не уйду. Это мой дом. Я не уйду. Сколько бы денег вы мне не предлагали. Верно. Мы не уйдем. Вот видишь. Богатые всегда забывают. Откуда они родом? Мы всю жизнь обрабатывали эту землю. Без дома. Без земли. Как нам жить? Это неправда. Вы все неправильно поняли. Это соглашение уполномочивает Га-групп отремонтировать ваши дома бесплатно. Эти деньги также являются компенсацией для всех на время ремонта. Просто так давать нам деньги. И ничего не просить взамен. Разве такое бывает? Да. Разве это не убыточная сделка? Господа, пожалуйста, не волнуйтесь. Я родился здесь. Я тоже хочу, чтобы эта деревня стала лучше. Самые теплые моменты моей жизни прошли здесь. Я уехала с деревни Цветущий Персик 20 лет назад. Я часто вспоминаю разные мелочи, связанные с этим местом. В детстве я бегал по сельской местности. Все, кто меня видел, ласково называли меня Лей-Лей. Лей-Лей, школа закончилась. Иди медленно и будь осторожен. Хорошо. Лей-Лей, Лей-Лей. Иди сюда. Попробуй. Двумя руками. Держи крепче. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока. На. Тетя приготовила это для тебя. Возьми домой и поделись с братом. Я не скажу твоей маме. Какой ты хороший мальчик. Спасибо. Тетя. Хорошо. Я помню каждый момент, проведенный здесь. Я хочу сохранить эту атмосферу общности. Господа. Я не забыл свои корни. И я не боюсь убытков. Потому что это наш дом. Всех нас. Хорошо. Хорошо. Лей-Лей. Гуилань. Ты вырастила хорошего сына. Лей-Лей стал успешным. Но не забыл нас. Гуилань. Ты воспитала такого хорошего сына. Мама. Мама. Что с тобой? Мама. Все хорошо. Все уже хорошо. Мама. Я отнесу тебя на спине чуть позже. Синь-Синь тоже молодец. Гуилань. Ты вырастила двух замечательных сыновей. Господин Гу, я-я все это видела. Мама. Выпей воды. Смотри. Лей-Лей. Не правда ли? Он выглядит так же, как когда делал домашнее задание в детстве. Похож. Хорошо, без проблем. Брат. Давай, верни мне. Сам иди возьми. Осторожнее, 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 ваше высочистство. Будьте осторожны, вы двое, дай мне, не дам, дай мне поиграть, дай мне. Осторожнее, я тебе не отдам, на. Осторожнее, осторожнее, как замечательно, наша семья наконец воссоединилась. Вот это я понимаю хорошая жизнь. Хорошо. Простите, Хуагуэлань здесь. Я поздравляю, вы были выбраны, самой красивой мамой страны. Вот ваш трофей. Поздравьте ее. Мама. Мы с братом выдвинули вашу кандидатуру. Мама. Я знала, я знала, что вас выберут, самой красивой мамой. Не дразните меня, вы двое. Ой, Гуэлань, ты самая красивая. Мама. Мы серьезно. Мама, в наших сердцах ты всегда будешь самой красивой. Верно, Гуэлань. Ты самая красивая. Мама. Мама. Субтитры сделал DimaTorzok. Гуэлань.